Пытаться их эти отношения сохранить, со всей силы пытаться их сохранить, потому что ребенку родного отца никто не сможет заменить. Конечно, в будущем кто-то может появиться и он хорошо может отношения строить, но родственные чувства, они имеют силу. Поэтому важно для ребенка, для того, чтобы счастлив был ребенок, пытаться строить отношения с отцом. Здесь много чего не сказано, то есть в этой записке мне женщина сказала уже результат. Она не говорит о том, как они общались, как они строили отношения. Это очень важно, начать правильно строить отношения. Если вы хотите продолжить беседу, тогда встаньте, я вам задам несколько вопросов. Не надо никуда подходить. У меня первый вопрос. Вы давно слушаете мои лекции? Три года. Вы пытались как-то мужу привить эту идею, чтобы он тоже как-то интересовался правильно жить? Скажем так, он в айфоне не нашел. Ваши лекции не сказал, что это секты. Это секты. Вы видите, это вопрос развития личности. Ну а вы сами как с ним фанатично себя вели или мягко, аккуратно? Как вы настраивали? Это не фанатично? Не фанатично? У вас не все потеряно. Мне кажется, что вам надо дальше с ним разговаривать о взаимноотношениях, простить ему. Это первое, что надо простить. Если вы не простите, ничего не будете. Это ваша судьба, это ваша возможность быть с мужем, жить с мужем. Это первое, что надо понять. В молитве, в внутренней жизни надо это понять. Потом, когда вы это поймете, его притягивать к вам будет больше. Поймите, что долгое время какое-то он будет все-таки жить на две стороны. С одной женщиной, с той женщиной и с вами. Но постепенно, когда мужчина видит, что там тоже ловить нечего, потому что любая женщина имеет характер, имеет трудности, имеет проблемы. Нет такого, что там одна принцесса, а другая совсем никакая. Он просто вас получше узнал, почувствовал ваши трудности. Там он пока ничего не почувствовал, кроме наслаждения. Придет время, он там тоже трудности почувствует. Но если вы к ним благосклонны будете, то по вашей судьбе он может к вам вернуться. И дальше вы должны понять одну вещь, что в наше время ни сексуальные желания, ни гармония в половая, ни даже гармония в отношениях не держат людей друг с другом. В наше время друг с другом держат только возможность общаться с ним на более глубокие темы. Если он реально начнет интересоваться, как правильно жить, если вы сможете донести до его сердца это с помощью своего служения, заботы, что надо тоже продолжать делать. Тогда он, несомненно, останется рядом и никуда больше не уйдет. У вас нет такого, что от вас все должны уходить. Просто ваша та жизнь, в которой вы с ним познакомились, она не соответствовала тому уровню развития личности, в которой отношения сохраняются, они разрушаются. Понимаете, основная проблема современного общества, что люди живут невежественной жизнью. У них нет совести в отношениях. И вы в такой ситуации познакомились. И поэтому с этой ситуацией началась ваша жизнь. Если вы ее сможете поменять в этих отношениях, то тогда вы сохраните семью. Надо знать, что то, что он начал гулять, не является основанием, что вам надо разрушать ее. Очень многие гуляют в наше время. Общество не контролируется никак. Вот представьте, сто лет назад кто-то гуляет. Это же скандал, это разрушение репутации человека. А сейчас общество никак не регулирует институт семьи. То есть мы как в джунгле живем. То есть нет гарантии, что тебя не бросит близкий человек. Нет гарантии ни со стороны семьи, ни со стороны общества. Никак. Только духовная жизнь и совесть может стать гарантией в наше время. Я надеюсь, что я ответил на вашу. Пусть постоянно мне говорит, что я ему не нужна. Что я для него делаю, готовлю, стираю и так далее. Не ценно для него. Как мне для себя вести? В чем сила женщины, как вы думаете? Да, в служении, но она сила в красоте. То есть женщина должна быть привлекательной. Она не должна быть просто как тень дома. Должна быть привлекательной. Но привлекательной женщины – это не только внешняя красота. Потому что красота может быть больше, меньше. Она меняется в течение жизни. Женщина не может удержать красоту. Это зависит от ее здоровья, от периода жизни, от возраста и так далее. И чем старше женщина, тем она должна больше привлекательнее в сердце быть. Внешняя привлекательность же уходит, а внутренняя должна оставаться. Если мужчина так говорит, что ты мне не нужна, меня ничего не привлекает. Это причина тому осквернение в отношениях. Часто люди, они очень большое значение уделяют сексу в отношениях. Когда люди думают, что кроме секса нет никакой другой способа строить отношения, то они становятся чужими друг к другу. Потому что углубление в секс всегда приводит к отчужденности людей друг от друга. Они используют друг друга как источник наслаждения просто. А когда такого сильного наслаждения уже нет, тогда человек говорит, что ты мне не нужна. Понимаете? А наслаждение заканчивается обязательно. Не бывает такого, что один человек будет сексом наслаждать всю жизнь бесконечно так же, как раньше. Такого никогда не будет. Это все надоедает со временем. Поэтому в личной жизни должны быть какие-то более высокие ценности. Женщина должна учиться строить такие отношения с мужчиной, чтобы он чувствовал счастье рядом с ней. Именно отношения. Но если наше отношение только секс, тогда до свидания, совместная жизнь. 4, 5, 6 лет и все. И люди уже не могут жить вместе. Им надоедает. Они устают друг от друга. Или мужчина начинает уставать первым. Или женщина один из двух. Иногда женщина не может уже, она устает от постоянного секса. Иногда мужчина не нравится женщине уже, перестает ее, ему хочется другую уже. Сам вот этот настрой на секс в семье, он не дает счастья. Это ошибка цивилизации нашей. Раньше люди так не жили. Они хотели отношения строить на более высоких принципах. Чистоты, честности, совести, глубины в отношениях, долги перед детьми, перед обществом, перед родственниками. Если он говорит, ты мне не нравишься, это значит, что вот это вот произошло пересечение. Если есть какая-то возможность, то надо немножечко подальше так отношения начать строить, чтобы женщина привлекательна на расстоянии всегда. Когда она слишком близко, она теряет привлекательность. Надо всегда дистанцию какую-то от мужа отниметь, небольшую. Если когда хочу, тогда сексом занимаюсь, это уже не значит, что будет дальше магнетизм этот выставаться. Пока люди не собрались, мы отвечаем на вопросы. Если вы хотите более глубоко, чтобы я ответил на ваш вопрос, встаньте, я посмотрю на вас и скажу, что происходит. Что в данном случае происходит, кто задал вопрос девушке или женщине. Ушел из жизни ребенок в время беременности. Как пережить это горе? Горь, надо пережить. Есть только один способ что-то пережить. Это начать внутреннюю жизнь. Мы живем внешней жизнью, то есть означает, мы пытаемся наслаждаться тем, что дает жизнь. И часто человек то, что имеет, сильно к этому привязывается. Привязавшись, он потом обязательно будет страдать. Обязательно. Потому что мы не можем оставаться вместе вечно. Вот допустим, ребенок не умер, но я ушла из жизни. Когда человек уходит из жизни, все, к кому он был привязан, он опять испытывает стресс. Но уже там, в том мире. То есть нет такого в этом мире, чтобы мы не испытывали стресс от того, что мы привязались к этому счастью, которое есть из дне, приходит из дне к нам. Поэтому человек должен стараться выполнять обязанности перед тем, что ему приходит в жизни, а не наслаждаться этим. Это принципиально разные позиции. Это та же самая энергия любви. Я могу служить, я могу служить ребенку. Но если ребенок пришел и даже не успел родиться и ушел из жизни. То это можно пережить только с помощью погружения в духовную жизнь. Человек не может никакое горе пережить своими силами. Горе означает истощение психическое. Нет силы. Потеря силы. То есть этот ребенок очень тяжелой судьбой пришел. И он даже не смог жизнь свою сохранить. Пришлось уйти из этого мира, дальше идти. Но вот она написала «Умер ребенок». А вот это вот невежество просто. В этом мире никто не умирает. Нет смерти. Многие не знают об этом. Поэтому и так пишут, и говорят. Он никуда не умер. Он просто не смог жить в грубом теле. Перешел в другую жизнь. Родственные отношения остались. Можно в молитве победить эту силу, разрушающую жизнь. Которая называется горе или разлука. Разлуки по факту никакой нет. Вот если сейчас эта женщина встанет, которая сказала. Я могу рассказать про характер этого ребенка. И так далее. Ну что связь есть. Она связана. Продолжать быть связана с ним. Но и по невежеству она не понимает эту связь. И поэтому думает, что он умер. Каждый человек теряет людей в своей жизни. Мы не вечно здесь живем. Не так давно ушел у нас один из наставников из жизни. И я остался связан с ним. Я в молитве вспоминаю его, чувствую его. У меня остается чувство контакта. Это означает знание. Потому что если бы человек умер, то не было бы и страдания. Страдание означает связь. От чего человек страдает? Страдание — это энергия, это связь. Страдание означает, что что-то не хватает. Есть контакт, но не восполненный. Если бы человек раз умер, ну, умер, все, нету человека. Нет и нету. Нет страдания. Страдание означает связь. Мы связаны с этим человеком. Поэтому страдаем. Но также страдание означает, что я не знаю, что делать. Мы часто думаем, что надо что-то внешнее делать. Вот муж, допустим, ушел из дома, гуляет. Что ты с ним сделаешь? Ты с ним поговорить даже не можешь. Он с тобой не разговаривает. Внешние способы часто не работают. Нужны внутренние способы. Вот когда человек в молитве начинает жить, думать о близком человеке, тогда устанавливается сердечная связь, уже хорошая. Для этого она и с боли состояла, сердечная связь. Люди часто живут, даже никто не уходит, все вместе живут. Но у них связь друг с другом состоит только из боли. В сердце они испытывают боль по отношению друг к другу. Они никакого светлого чувства не испытывают. Так это значит, что у них никаких отношений нормальных и нет. И не было никогда. Отношения все строятся только в сердце. И поэтому надо над сердцем своим работать для того, чтобы отношения жили, а не бла-бла с друг другом делать. А над сердцем работать непросто. Это внутренняя жизнь. Это означает, что каждый день надо молитвы читать, прощать, просить прощения, а не телевизор смотреть в свободное время. Меня там кто-то должен объявить. Можно уже объявить, все собрались. Давайте объявлять. Меня попросили объявить, что у нас сегодня замечательный гость, Олег Геннадьевич Тарасунов. Это кандидат на лисинских наук, наш частый гость в Новосибирске. И спасибо вам, что вы пришли, потому что чем больше у вас приходит, тем чаще мы приезжаем. Да, наверное, надо больше в Новосибирск ездить, потому что москвичи уже как-то меня привыкли ко мне, не ходят на лекции так сильно. В Питере тоже было всего 400 человек. А у вас полный зал. Поэтому, наверное, надо больше в Новосибирск ездить. В Казани тоже много на лекции пришло. Приезжайте к нам, начальщик, пожалуйста. Спасибо вам большое. Я очень благодарен. Так мы начали с ответов на вопросы. Может быть, так и будем продолжать. Каждую лекцию начинать с этого, пока люди не соберутся. Сегодняшняя тема лекции обязанностей мужчины и женщины в семье. И начать эту тему я хотел бы с того, как всегда, что основываются мои лекции на древних знаниях, на древних ведических писаниях, которые более 5000 лет. И мне интересно основывать на них свои лекции, потому что там объясняется, что такое отношение не с позицией какой-то психологической мысли, которая меняется каждые 5-10 лет. И позиция тоже меняется этой мысли. Это знание основывается на строении психики человека. И строение психики, какое было, такое и осталось. Оно никак не поменяется. И я фактически изучаю вот это психическое строение человека не понаслышке, потому что я врач, и мои методы лечения также основаны на воздействии на психику человека. Я научился с помощью объектов, которые имеют психическую структуру, такие как камни, деревья, растения, влиять на… прикладывайте объекты. Ну, то есть мы носим кору на спине деревьев. Это воздействие такое идёт на тонкую структуру человека. Человек вылечивается от хронических заболеваний. Камни, вот видите, у меня тоже на пальцах стоят. Камни дают силу психическому человеку стойкость преодолевать трудности и так далее. Всё это тщательно изучается на основе древнего знания ведического. И также это даёт мне возможность и изучать это в аспекте отношений, то есть в аспекте совместной жизни людей. Я сейчас немножко вам вкратце расскажу какие-то теоретические моменты, которые потом помогут нам во всём ориентироваться и уже строить эту лекцию на основе вот этого знания. Первое, что хочется сказать, это то, что человек — это душа. Мы никогда не умираем, мы живём вечно. Точно так же, как человек ложится спать вечером, он же себя не помнит во сне часто. Глубокий сон хвакует, он себя не помнит. Но он при этом живой же, да? Если кто-то считает, что ты уснул и проснулся уже другой человек совсем, то мы его посоветуем пойти в психушку, да? Ну, то есть проснулся тот же самый человек. То есть какой-то цикл произошёл. Мы утром проснулись, потом наступил вечер, потом ночь, и потом мы опять просыпаемся. Цикл. В этом цикле часть цикла мы себя помним, понимаем, а часть — нет. Так? Теперь смотрите. У атомов есть цикл жизни? Есть. У них есть период их жизни, потом распад, да? У Солнца. Солнце как движет, циклически, да? Движется. День сменяет ночь. Земля вращается, тоже циклы идут. В этом мире всё живёт циклами. Существуют циклы вот такие вот. Эти циклы имеют такую замкнутую природу. Точно так же жизнь человека. Мы появляемся в теле, когда оно стареет, мы получаем другое тело. То есть есть грубое тело, оно постоянно стареет. У кого тело молодеет? Поднимите руку. Есть такие? Может, у кого-то молодеет? Я не знаю. Я изучаю эту тему. С самого рождения мы стареем. тело развивается сначала, это факт, но оно уже становится старше, старше, старше. Мы стареем. Тело стареет. Есть ещё психическое тело. Оно контролирует все функции в грубом теле. Оно состоит из каналов определённых, которые дают возможность грубому телу существовать. Эти каналы психические, они тоже реально существуют, и они дают человеку, если они забиваются, какие-то хронические заболевания. Таким образом, хронические заболевания, они нанизываются, как горсти на одну нить, как, допустим, сушат яблоки. Есть канал психический, и если там он заблокирован, вот как-то на ком-то промежутке, то там сразу несколько хронических заболеваний сидит. Если очистить этот тонкий канал, то он, соответственно, и лучше становится. У меня сумочка-то где моя? Её унесли? Верните сумочку. У меня там есть веточки. У меня есть сумочки-веточки такие. По две веточки, семь всего разных деревьев. И эти веточки, они, каждая веточка настроена на семь слоёв тонкого тела человека. Я могу, нажимая на веточки, глядя на человека, быстро определить, в каком слое у него проблемы. Спасибо большое. А? Да, не нормально. Ну что, кто не верит в то, что я сказал? Никто не верит. Ну как никто? Кто-то сильно не верит, наверное. Вы не верите. Вы первый раз пришли? Да, не верите. О, хорошо, замечательно. Сейчас мы с вами будем общаться. Екатерина. Не надо ничего говорить. Я сейчас буду тестировать ваши тонкие каналы. Даже если бы вы росли в форме дерева, у вас тоже были бы тонкие каналы. У деревьев точно такая же тонкая структура, как у человека, только менее развитая. Поэтому мне особенно не нужно как бы знать, как вас... Не надо вставать даже. Ничего не надо. Просто сейчас я веточки достану. Нужные. И мы с вами сейчас начнём эксперимент проводить. Потому что знание означает возможность как-то его применять в жизни. Сейчас будем применять. Все подождут чуть-чуть. Это нужно для того, чтобы понять, насколько всё серьёзно. Видите, я тестирую ваш тонкий канал. Вы что-нибудь чувствуете, нет? Ничего не чувствуете. Прикалывается, да, мужик? Итак, смотрите. У вас первый канал... Эти все каналы, они с рождения страдают всю жизнь. То есть это не меняется. Это хронические процессы развиваются. Первый канал, который у вас страдает, он... Сейчас я поточнее посмотрю. Вы делаете меня взглядом? Да, взглядом, через взгляд. Взгляд же связан с мыслью. Я смотрю и тестирую вас. Также по фотографии тестирую своих пациентов. Нет, не снимаю. Вот. Ой, там кто-то уже стыхает. Значит, смотрите. Вот этот... Есть канал психический, связанный со слизистыми оболочками организма и с кожей. Это два листка. Этот канал называется Расадату. На санскрите. Вот. У вас с листыми оболочками все нормально. Проблема находится снаружи этого канала. То есть он контролирует кожу, память человека, контролирует сон. Я вам просто говорю функции, которые могут страдать. То, что я заметил, что страдают тонкие функции в основном этого канала и все, что связано с верхней частью тела. То есть мои предположения такие, что у вас может страдать сон. То есть у вас сон слабый, будем так говорить. Правильно, да? С памятью проблем нет? Нет, нормально. Значит, это не затронута, вот эта функция. Аллергии нету? Есть. Кожа лица, там верхняя часть тела не страдает? Страдает. Откуда я это знаю? Веточки сказали. Веточки сказали. Движемся вперед. Не знаю. Видите, вы не знаете этого. Факт, что вы не знаете. Следующий канал, который страдает тоже с рождения, он страдает меньше по силе, чем тот первый. Он регулирует внутренние мышцы организма, мышечную систему. То есть есть наружные мышцы, есть внутренние мышцы органов есть. Туда же входят внутренние мышцы, также мышцы позвоночника. И этот канал также отвечает за тонус мозга. То есть то, что я заметил, у вас есть нарушение в шейно-грудном отделе позвоночника. Там вы испытываете какие-то трудности. Так? Знайте, что этот канал также отвечает за матку. И у вас, в принципе, может развиться миома матки. Но она сейчас не развелась. То есть этот канал там нормальный, там хороший. Этот канал также отвечает в какой-то степени за дыхательную функцию. Поэтому могут быть, допустим, трудности с дыханием там иногда. И иногда могут быть головные боли. Ну, то есть я не думаю, что они у вас какие-то часто. Нет. Но тяжесть в голове может возникать. А это тоже с этим каналом связано. Движемся вперед. А вот здесь у нас уже самые главные мы нашли проблемы в организме. А самые главные проблемы в организме связаны с костной системой. Вот смотрите, два канала сразу. Один мышцы позвоночника, а другой сам позвоночник. Вот сама костная система позвоночника страдает также в грудном отделе и также еще и начинает страдать в поясничном. Там два блока. Но у вас есть еще проблемы с суставами в организме. Это тоже с рождения. И они, возможно, вам еще неизвестны. Но склонность к этому есть. И я вам просто говорю на будущее. Будьте осторожны. Если суставы начнут болеть, то, наверное, уже побаливают. Пальчики там бывают? Нет? А? Было такое. Было такое. Ну, то есть, организм стресса находился в бременности, побаливал. Ну, вот это то, что может быть. Видите, я вам даже уже предсказываю. То, чему надо беречь. То есть, это костная система позвоночника и суставов. Мы с вами больше познакомились? Почувствовали больше? А? Вы со мной тоже. А вы со мной тоже, потому что вы начали доверять немножко больше мне. Правильно? Или нет? А? Я почему вам доверяла? Как? Вы тогда, значит, меня обманули, получается? Нет. В первый раз. Хорошо. Мы больше не будем этих экспериментов. Я уверен, что вам всем захотелось, чтобы я вас протестировал. Но мы будем сейчас двигаться дальше. То есть, есть вот эти оболочки, каналы психические, которые отвечают за хронические процессы в организме. Они находятся внутри тонкого тела. Вы увидели сейчас, что я не понаслышке знаю, что такое психическое тело человека. Я с ним работаю. В этом психическом теле также есть еще более глубокие структуры. Вот эти каналы – это как шоссейные дороги в тонком теле. Если поставка продуктов нарушена, дорогу ремонтируют, то в городе могут быть проблемы с доставкой уже. Но есть еще более тонкие каналы, которые отвечают в целом за энергетику человека и его восприятие мира. Эти каналы называются НАДИ. И они очень сильно связаны с психикой. они циркулируют внутри психики человека. И существуют три основных канала, три основных канала НАДИ, которые отвечают также трем потребностям Души. У Души есть сознание. Сознание – это энергия Души. Все наше тело пронизано сознанием. Когда человек оставляет тело, то очень легко понять, он живой или неживой. Надо просто открыть глаз. Можно увидеть, в глазу есть сознание, блеск или нет. Когда сознание уходит из тела, то глаза перестают блестеть. Они становятся как камень, тусклыми. Это значит, что человек уже не живет в этом теле. Душа вместе с сознанием ушла уже из тела. Бывает ли трагический сон, например. Человек не дышит, но глаза у него остаются свежими. То есть, там есть сознание, присутствует сознание. Вот это сознание Души имеет три аспекта. То есть, три вещи, которые нам всегда будут нужны в жизни. Первый аспект – это любовь. Мы всегда будем хотеть любить. Мы не сможем жить без любви и счастья. Невозможно. Второй аспект – это знание. Человеку надо знать. Вот стресс, что такое стресс, горе. Человек не знает, что делать, как ему жить. Женщина писала, как мне справиться со стрессом. Я потеряла ребенка. Что мне делать? Ей нужно знание. У нее нет знания, нет счастья. Счастье добывается с помощью знания. Когда человек много учится, у него больше возможностей работать, и жить нормально. Дальше. Следующий аспект – это вечность. Или желание жить. Мы и живем в теле, потому что мы хотим жить. У нас желание жить – это наша суть. В соответствии с этими тремя энергиями сознания существуют три основных психических канала, три основных нади, которые идут вдоль, как стержень вдоль всего организма. Самый центральный канал называется сушумно-нади. Он идет внутри позвоночника и регулирует деятельность. Позвоночник называется дерево жизни. То есть деревом жизни. Или островом жизни. Это канал сушумно-нади называется. По бокам него он связан с вечностью, с энергией времени он связан. Этот канал. И когда человек делает вдох, то сушумно-нади наполняется силой. Когда делает выдох, то энергия отдается наружу. То есть канал поддышит вместе с нами. Он связан с семью психическими чакрами, через которые входит и выходит энергия. Эти чакры, центры психические. Один из них на макушке, лоб, горло, сердце, солнечное сплетение, пах, копчиковые центры. То есть эти центры все, они трансформаторы энергии. В них энергия входит, и она трансформируется для нужд организма. Она сначала имеет такую недифференцированную природу, а потом она распределяется по организму, по процессе надобности. Итак, центральный канал занимается распределением энергии в организм. Он у всех одинаковый. Мужчина, женщина. Это к теме семейных отношений такого отношения не имеет. Просто если люди слабые по природе, у них плохо работает этот канал. У них нет сил. У них плохая работоспособность, вялость, им отдыхать надо часто. А есть люди сильные, активные, у которых лучше этот канал работает. Канал в какой-то степени можно усиливать с помощью работы над собой. А что вы стоите? Сесть не хотите? Ну, вы можете и стоять, это я не против. Ну, вот два канала по бокам, вот это вот сушумно-наде. Один из них с левой стороны идет, этот канал называется ида-наде, а другой с правой, пингала-наде. Вот этот канал левый, с левой стороны, он отвечает за энергию любви. И он у женщин работает в три раза сильнее, чем у мужчин. Знаете почему? Потому что женщина, она уже даже, когда она просто зачинается, то до зачатия тонкое тело женщины, а тело в этом мире любви, гармонии и так далее. То есть само зачатие женщины не означает, что сперматозоиды как-то у них там не получилось по-другому. И они там, это как эти, хромосомы, как говорят. Они там вот так скрестились, блин, ну женщина получилась. Понимаете, хромосомы подчиняются тонкому телу. Это тонкое тело, когда входит, оно уже подчиняет себе вот эти хромосомы, все остальные грубые функции, они подчинены тонкому телу. И когда душа хочет гармонии, любви и счастья в жизни, тогда она рождается в женском теле. Вот этот канал и до нади, с левой стороны, он в три раза сильнее работает тогда у женщины, чем у мужчины. Соответственно, и формирование грубого тела тоже по-другому происходит. У женщины кожа более нежная, мягкая, манеры более мягкие, она более внимательная ко всему. Она склонна к близким отношениям, к родственным. Женщина очень трудно разговаривать по-деловому. Начинаешь по-деловому разговаривать, когда мы расслабляемся, вылыбываемся, говорим тебе уже поближе. Ну то есть, женщине трудно разговаривать по-деловому, потому что она соткана из любви, то есть она имеет близкие отношения со всеми, строит близкие отношения. Эта энергия, в ней очень проявлена в психике. Когда душа хочет понять, что происходит, победить, достичь чего-то в жизни, понять, достичь, победить, преодолеть, тогда она рождается в мужском теле и активен тогда с правой стороны канал психический, который называется пингалонади. Этот канал с правой стороны, он в три раза сильнее у мужчины работ, чем у женщины. В норме. Можно ли с помощью жизни эту норму изменить? Можно. Если женщина, допустим, ударяется в учебу и в работу, она истощает, она почти близкие отношения не строит ни с кем, она истощает себе вот этот канал, и до Нади, у нее начинает слабее работать, больше пингалонади работает. В результате такая женщина не так развивается, как хотелось бы. Она теряет красоту, у нее начинает страдать гормональные функции, у нее здоровье хуже становится, потому что здоровье женщины тоже зависит от работы вот этого канала и до Нади психического. Она чувствует себя гораздо хуже. У нее немножко депрессивный склад такой сознания, и трудно знакомиться, трудно общаться, трудно создавать отношения, трудно стирать, убирать, готовить. То есть ей все трудно это. Потому что она не развивается, как женщина. То есть она развивает себя в сторону труда и учебы. В результате ей очень трудно также выйти замуж. Почему? Потому что привлекательность от этого страдает. Привлекательность же идет этой энергией любви, в которой нуждается мужчина очень сильно. Или мужчины нуждаются в энергии труда от женщины или энергии любви. В чем они нуждаются? Но энергия же не может сразу во все стороны идти. Она движется где-то больше, где-то меньше. Куда себя направляет, в какую сторону человек. Точно так же мужчина. То есть, когда мужчина настроен на работу над собой, победу над трудностями, когда он пытается аскезы совершать, зарядку делать, бокс, футбол, хоккей. Но так как он понимает самосовершенствование, он пытается развиваться как личность. то тогда он становится как личность привлекательным для женщины. Потому что в нем действует мужская сила. Победы, преодоление, знания, ответственности. Это мужская энергия. Но если мужчина расслабляется, кто расслабляться в жизни должен? Мужчина или женщина? Женщина, она расслабленная, по-прежнему. Расслабленная. Это означает женская красота. Если женщина упахивается, она теряет красоту. И надо работать не сильно напрягаясь. Она расслаблена, по-прежнему. Женщине надо спать на час больше в среднем, чем мужчине в жизни. Она должна есть сладкое, обязательно, чтобы расслабленность поделиться. Она не парится в жизни. Несет в себе энергию красоты. Женщина. Если она решила стать лошадью Приживальского, тогда другая уже картина. Тогда уже совсем по-другому все функционирует. Мужчина, который решил расслабиться, ему не надо победы, ему не надо работа над собой, ответственность, ничего ему не надо. Ему нужно секс, вино и бабы. Когда ему надо вот так вот жить, то тогда он теряет мужскую силу. Потому что энергия в этом случае у него начинает лечь по левой стороне. Он начинает терять себя, у него теряется возможность трудиться активно, он хочет наслаждаться, расслабляться, у него появляются вредные привычки. Потому что энергия у мужчины у такого, она не имеет здоровья. То есть он очень напряжен. Ему надо как-то снимать напряжение. Он не функционирует, не в правильном русле. В результате такой мужчина думает постоянно о женщинах. Думает, а думая о женщинах, он начинает деградировать потихоньку. У него появляются вредные привычки. Ему хочется выпивать постоянно, ему хочется курить, хочется играть во что-то там, смотреть телевизор, как-то себя развлекать. Работать уже не хочется. Развиваться как личность не хочется. В результате он теряет себя. Интересно, да? То есть мы вообще с чего должны были? То есть мы обязанности женщины, обязанности мужчины должны сегодня развивать, говорить. Но мы начали с чего? Просто строение психического и пришли уже сразу к тому, что мы с собой делаем, что мы вытворяем со своей жизнью. Уже с самого начала. Вот смотрите, вся система так построена. Девочка в школе учится, как вести себя с людьми, как прощать, просить прощения, как строить семью, как воспитывать детей, как работать над отношениями с мужем, как помочь мужу, как сохранить семью. Ее обучают в школе, нет? А что, нам это не надо, что ли, вообще? Нам в жизни вот это все надо или нет? Нам семья нужна, дети нужны, воспитывать их надо, нет? Или нам тут только надо и посильнее стучись, 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 чем мы рождены, что-то, что делать былью, преодолеть пространство и просто... Нам только это надо, что ли? Или что нам? Нам нужна жизнь? Женщина олицетворяет жизнь, то есть она готовит, убирает, стирает, заботится, воспитывает, помогает. Нам жизнь нужна? Или только работа? Если жизнь нужна, значит, надо женское начало культивировать в обществе тоже, надо женщинам давать такое образование. Не то, что женщины не должны работать, но их работа тоже есть, женская. Например, женщины, они создают счастье в обществе. Они где работают? Там, где нужна женская энергия. Это воспитание детей, забота о стариках, забота о бездомных каких-то людях, о жучках, о репках, о травках, забота о социальной структуре общества. Когда женщина всем этим занимается, создается счастье в атмосфере. Если женщина на танк садится, кому от этого счастья прибавлять? Мужчина тоже мужского образования по факту не получает в школе, потому что есть и мужское образование, то есть ему надо мужчиной стать. Мужчина это не означает, что он институт закончил, стал мужчиной. Даже само понятие мужчины сейчас изменилось. Раньше в древней культуре мужчина был, это человек, который способен победить врага, способен выстоять трудности в жизни. Настоящий мужчина означает, может выстоять трудности, победить врага, может содержать семью, может к Богу семью привести настоящий мужчина. У него духовная сила есть, также не только физическая. Сейчас слово мужик, ты или не мужик, означает всего две вещи. Первое, можешь выпить со мной или нет. Второе, сколько можешь сексом заниматься. Так это те две темы, которые убивают мужское начало. Я вам с самого начала об этом сказал. Так при чем тут мужик или не мужик? Мужик или не мужик означает сила воли, сила духа. Богатырская наша сила, сила воли и сила духа, и сила водки, и сила секса. если с этой точки зрения рассматривать, то самый лучший мужик это просто орангутанг. Орангутанг может сексом заниматься пять раз в день по часу. Никаких половых расстройств. Кто из вас? Давайте попробуем потягаемся с орангутангом. Никак не получится. Знаешь, он настоящий мужик, наверное. Настоящий мужик получается. Мы к этому стремимся, что ли? Да, вы так считаете? Ну, хорошо, я не против, у вас такое мнение. То есть, вы так считаете, это ваше мнение. Но у меня другое мнение. Потому что я уже видел что из этого получается. Вот допустим, если секс самое главное, у вас есть гарант? Я говорю, что самое главное, я говорю, это тоже одно из важных вещей жизни. Хорошо, если это, ну да, это одно из важных фактов, но не самое главное. Ну все, тогда мы же не спорим с вами получается. У нас одинаковое понимание. Я знаю, что в Новосибирске любят поспорить. Это нормально. здесь так действует среда, энергия просто так действует. Итак, из вот этого понимания, как течет энергия, можно многие фундаментальные вещи, выводы сделать. Фундаментальные выводы заключаются в том, что с самого детства человек должен получать определенное воспитание. То есть мужчина должен воспитываться сильным, крепким, ответственным, духовно развитым человеком. Женщина должна воспитываться мягкой, нежной, заботливой, ласковой. Она должна быть опытной в личной жизни. Мужчина опытный в общественной жизни. Он побеждает в общественных делах. Женщина побеждает в личной жизни, в личных делах. Сразу возникает вопрос, почему это так? Может быть мужчина должен в личных делах побеждать, а женщина в общественной. Есть же у нас президенты страны женщины, там есть примеры, да? Давайте разберемся в этом вопросе. Семья это энергия любви. Это очень близкие отношения. Или деловые отношения. Близкие, да? Родственные. Родственники означают близкие отношения. Мы же договора не заключаем друг с другом. Так. Час времени мы общаемся в близких отношениях. Точка. Что? Зарплата выставлена? Сколько ты получаешь, сколько я? Да, это означает деградация уже общества. мрачный контракт уже, ну, это необходимость, но она вызвана деградацией общества из-за того, что механизмы регуляции отношений неправильны. Понимаете? Ну, вы сейчас уже говорите более такие вот вопросы, которые мы сейчас не сможем объяснить. Мы начали с детского сада. то есть, мы азбуку проходим самые какие-то основы. Давайте будем углубляться в азбуку, пока не будем вопросы задавать, потому что иначе ничего не понятно. Первое, что нужно понять, это то, что семья это близкие отношения. Кто против? Кто считает, что не близкие? Деловые отношения есть такие? Все считают близкие, да? Дальше движемся. близкие отношения это женская энергия? Или мужская? Женская. Вокруг кого строятся отношения близкие? Вокруг мужчины? Женщина бегает за мужчиной? Кто является красивым? Кого трогают? по-разному женщин и мужчин трогают. Женщины бегают за мужчинами, да, они цветочки им дарят. Мужчины рисуют сопередине. Ну понятно, сейчас уже всякое бывает. У нас запада идет, это культура у нас. бои всякие к нам приезжают с накрашенными губами, поют нам песни свои. Такие голубоватые чуть-чуть. но это иже извращение это неправильно, потому что есть женская природа. Женская природа несет себе привлекательность. Вокруг женщины строится семья. энергия. Почему вокруг женщины? Потому что она является энергией любви. Людям не хватает любви, поэтому они создают семьи. Семья строится для любви. Там нужна любовь. Любовь исходит из женщины. Это ее энергия, ее природа. Или из мужчины. Или мужчина вот такого. Мужчина из мужчины исходит твердость, сила, лишимость, воля, другая энергия, это энергия знания. Есть энергия любви, энергия знания, энергия вечности. Три энергии души. Вечность это общая энергия. Никто не хотел умирать. Все хотят жить. Энергия любви из женщины исходит. Женщина является объектом любви, а мужчина пытается достичь этого объекта. он ухаживает по этому за женщиной, пытается как бы привлечь себе внимание. Так должно быть. Понятно, что сейчас по-другому бывает. Мужчина рисуется, женщина за ним бегает. Такое тоже бывает. Но это извращение уже. Бывает, что мужчина за мужчиной бегает. Мы здесь не разбираем эти варианты. Нас это мало интересует. Мы сейчас говорим о каких-то фундаментальных вещах, которые построят, дадут нам возможность понять, что такое обязанности женщины и что такое обязанности мужчины. Тема об этом, лекция об этом заявлена. Итак, давайте возьмем просто самые глубокие какие-то вещи. Возьмем просто семью. Возьмем квартиру. Возьмем мебель квартиры. Шторки. Обои. Мужская энергия какая? Флажки, флаги, знамена, ружья, все по струнке, четко, прямо, стильно. А женская она такая извилистая, мягкая, цветочки. Вы флажки видели у кого-нибудь в квартире на обоих? Флажков нет. Есть цветочки из кружева. Кровать вот так нет? Она тоже такая шторки, обои, все вот так вот, все красивое, кружева, цветочки. Это женская энергия же. Видите, в квартире все сотканное женской энергией. Все абсолютно. И красивая квартира, значит, много там женской энергии. И женщина сама наполняет именно своей энергией квартиру. Если женщина въезжает в дом, в квартиру, и там обои, которые соответствуют ее энергии, она их убирает и вешает другие, которые соответствуют ее энергии. Она говорит, мне здесь жить не нравится. Она все переклеивает под себя, так? Создает свою энергию там. Она говорит, мне нравится, мне хорошо. А зачем это надо? Ну пусть бы не нравилось ей, пусть бы желание нравится. Нормально же? Нет. Энергии любви меньше. Все хотят больше энергии любви. Поэтому в квартире создают уют для женщины, чтобы она чувствовала себя очень гармонично со стенами, с кроватью, с мебелью, со всем. Все должно иметь энергии любви. Так? И когда мужчина приходит домой с работы, он в квартире что делает? Расслабляется, ему хорошо становится, он отдыхает там. А? Или что он там делает? Сначала напрягается, теперь он напрягается. Зато он напрягается. Ну это уже другое дело. Понятно, что я говорил, что женщина в квартире расслабляется или нет? Она там работает, она там создает все, она там постоянно трудится, она готовит, стирает, убирает, она там заботится обо всех, она там активно себя чувствует, активно. Мужчина пришел домой, опа, на диванах, застыл, прижух, так? Она говорит, ну гвоздик хотя бы один бей, ну сейчас, ну да. он расслабляется, он на работе там трудится где-то, приходит домой, расслабляется. Почему там расслабляется? В квартире женская энергия, дома женская энергия царит, на работе мужская. Поэтому женщина расслабляется где? На работе, она на работу пришла, там чаек попила, побалакала с кем-то, там перекусывает через каждые пять минут, ходит тут пожевала, там пожевала. И думает, не работа надо, чтоб мне нравилось. А какая женщине работа нравится? И там, где может поперекусывать, поболтать, чаек попить и пораньше уйти с работы. Ну при чем это работа тогда вообще? Ничего, работа не пахнет над этим желанием. Женщина на работу приходит отдыхать от дома, а дома у ней барда. А там как бы дома у нее работа. Так или нет? Это значит, что есть мужская энергия и женская. Мы должны это принять. И когда мы это принимаем, мы начинаем уже тогда понимать, что делать, как жить. В соответствии с этой энергией также есть и обязанности. Обязанность заключается в том, чтобы сделать счастье близкому человеку, осчастливить его. Вот если, допустим, женщина наполняет энергией квартиру, вопрос, как она наполняет. Потому что одно наполнение дает временный эффект счастья, а другое на всю жизнь. Вот если все наполнить чисто половой энергии, и у женщины есть разные виды энергии. Например, половая энергия женская, она стимулирует сексуальное желание, половое желание. Есть духовная женская энергия, которая стимулирует совесть, чистоплотность у мужчины, стимулирует у мужчины смирение, стимулирует ответственность. Высшая женская энергия. Есть низшая женская энергия, есть высшая. У тебя глаза, или у нее глаза, бриллианты три карата, груди у нее не побили те ребята. Эта энергия же заставляет вот такие песни петь. Правильно? Что-то заставляет? Есть низшая женская энергия, она вызывает определенные эмоции, чувства у человека. Есть высшая женская энергия, она вызывает отношения между людьми. Высшая женская энергия вызывает глубину в отношениях. Серебряные свадьбы не гаснущий костер, серебряные свадьбы, душевный разговор. Это уже высшая женская энергия так работает. Дает душевный разговор, дает возможность людям понять друг друга глубже. Но для того, чтобы люди поняли друг друга в семье, женщина должна дома уже не какие-то эротические картинки вешать, как сейчас модно, там, голых женщин везде развесило по квартире. Вот. Надо вешать в доме иконы уже. Надо в доме высшую энергию женскую культивировать уже, которая связана с чистотой, совестью, религиозностью. тогда у мужчины другой настроек будет, он тоже будет дома отдыхать, но по-другому. В храме же сексом не хочется заниматься, хочется думать о возвышенных вещах. И вот мне женщина вопрос задал, почему мой муж взял и бросил меня просто так, а потому что в семье не культивировалась совесть. Совесть это женская энергия или мужская? Совесть это мужская черта или женская? Женская. Женщина. Смотрите, есть два типа разума, то есть есть три вида энергии разума, соответствующие трех энергиям души. Вот здесь центр разума связан с мужской энергией. Это энергия знания здесь находится. Мы думаем чем? Головой. Так? Здесь знания находятся. Здесь сердце что находится? Женский центр разума. Энергия любви. Женщина сильна в сердце, мужчина силен в голове. И у разума есть два аспекта. Первый аспект это чистота разума. Женщина имеет природную чистоту разума. Женщина чувствует где правильно, где неправильно. она природно чувствует. У нее есть это чувство. Особенно по отношению к близким людям. К себе конечно ей сложнее это чувствовать. Но к близким людям она очень хорошо чувствует. Где правильно, где неправильно. мужчины сила разума развита. Чистота не развита. У женщины не развита сила. Сила разума означает стабильность в чем-то, направленность, заставлять себя. Она может вдохновиться женщина чем-то и начать что-то делать, потом погасло. Вдохновилась и погасло. Начала соблюдать режим дня, рано вставать и немножечко отдохнула от этого. Поспала побольше уже. Ну опять начала соблюдать режим. Мне все вот так идет волну. Какие лекции, какие лекции. Потом чем-то другим заинтересовалась. Потому мужчина особо не обращает внимание на то, чем женщина заинтересовалась. Сегодня ей одно нравится. Прошел год, ей уже другое нравится. Он просто терпит это. Спокойно к этому. Разумный мужчина спокойно. Да, 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 я совсем согласен. Потом новый что-то погасло. Опять со но придется все равно участвовать в эксперименте. Потому что я вот сам врач, но жена меня лечит, во что она верит. Она моим методом меня не лечит. Она поверила в коралловый клуб. Она меня коловадами всякими мучает, всякими коралловыми порошками. Вот я все это должен пить. Из любви просто к ней. Я приехал допустим уставший с поездки. У меня усталость сильно, кишечник плохо работает. По моим каналам уже не по вашим. По моим каналам уже плохо кишечник работает. И она мне слабительная. Ну выпей эту магнезию, выпей. Я думаю ну ладно горько но выпью. Ну это же пол беды то что горько. Потом такое начинать сидишь сидишь такой спазм там и побежал в туалет там просто на посту там часа два три излюбив жене просто все потому что у нее вот такое знание в сердце открылось о том что надо меня мучить слабительными и и вроде лучше становится хорошо становится каждая жена она мучает своих близких каждая женщина ее психическая сила направлена на близких людей у женщины потому что от них она испытывает счастье женщина говорит мне для себя ничего не надо все для вас почему она так говорит потому что она счастье испытывает не от себя а от счастья близких людей это ее эгоизм так работает женский она испытывает счастье не от себя женщина а от счастья близких людей поэтому она и мучает близких людей она считает что они должны быть счастливыми причем интересно что часто мнение их самих о том как им быть счастливыми ее мнение расходится наоборот прямо но она все равно будет стремиться к тому счастью, которое она считает нужным. Она будет мучить близких людей так, как она сама считает нужным. Так работает женская природа. А мужчина мучает общество. Он там всех мучает. Сейчас мужики Украину мучают. Женщины же туда не лезут с автоматами. Это мужики мучают. Украина нужна всем по нам. Они туда лезут. Америка со одной стороны, Россия в другой. Всех мучает Украину. Женщины мучают в семье всех близких. Они там всех мучают. Потому что они хотят, чтобы они были счастливыми. Из хороших соображений. Русские тоже хотят, чтобы украинцы были счастливыми. Поэтому они туда лезут. Каждого свое представление о счастье просто. Вот в чем проблема. Итак, видите, мы говорим с вами о природе сейчас человека. Это то, что не изменить. Допустим, если мужчина захочет найти женщину, которая его не будет мучить, это невозможно. Потому что природа женщины именно мужчину мучить, а не танки. Понимаете? Женщины направлены на мужчину. Мужчины направлены на общество, а женщины направлены на мужчину. Я что-то не так говорил? Кто-то уже хлебнул, но все правильно. Ну ладно, движемся вперед. и так есть у человека обязанности, а есть права. И наша современная культура, она строится на правах человека. Мужчина говорит, и мы как бы так воспитаны. Она говорит мужчине, понежнее со мной разговаривай, понежнее, полосковее. Иди со мной хорошо, общайся со мной по-доброму. Нам мужчине говорит, ты должен вообще-то о семье думать. И так далее. Так вот, знаете, вот все, что женщина от мужчины хочет, мужчины нет. Это ее собственная женская природа. То же самое, мужчина от женщины хочет, говорит, ты слушайся меня. А где вы видели, чтобы женская энергия была послушной? Она как река, понимаете? Река, она с женской природой сравнивает с рекой, мужчину, мужскую, с берегами. Это берега послушные, они стоят и терпят все. А женская природа, она течет, она непослушная. Вот взять, допустим, мужчин, смирно, смирно, смирно. Смотрите, 40 мужиков могут жить в одном гарнизоне вместе без проблем. Смирно, вольно, все, разодись. две женщины вместе поселить будет капец всем, не только этим женщинам, а всем, кто вокруг еще живет. Они загрызут друг друга конкретно. Страшная сила. Кто не согласен со мной? Я согласен. Кто? По-моему, вы совсем не согласны. Иногда согласен. Хорошо, ваши доводы. Я просто вам очень благодарен, что вы пришли сюда просто. Потому что кто-то должен быть не согласен, иначе у нас будет не то. Спасибо, спасибо вам. Боль свою высказывает. Нормально. Мы к этому придем попозже. Это тоже непонятно. Вот я сейчас утверждение сделал, что женщина женского хочет, мужчина мужского. Я закончу эту мысль. чуть похоже. Давайте будем дальше природу мужчины и женщины изучать. И мы сейчас изучаем вопрос послушания. Или слушайся меня. Вопрос послушания изучаем. Смотрите. Моя сестра решила сэкономить деньги и поселилась, когда училась в институте своей подружкой в одной комнате. В результате через полгода они на уши поставили не только всех родственников, но также весь институт. То есть они просто как кобры там сели сели вдвоем. Почему? Потому что женщина наметит территорию. Мужчина привязан к идеям, женщина к территории. Одна расставила все по-своему, другая пришла и расставила все по-своему на кухне. Одна прибирается вот так поставила, другая прибирается вот так. Это видит не на месте стоит, у нее уже шок. Она ставит на место, это убирает. Я понимаю, что мужчина не согласен, что две женщины вместе не могут жить. Но женщина-то кто-то не согласен с этим или нет? Мы же говорим о женщинах. Все согласны? Вы не согласны? Давайте об этом поговорим. А с кем вы можете жить вместе? Я живу в ход не над женщинами. И они не боятся сделать. Вместе, да? Да. И как вам удается это сделать? Прекрасно. Все прекрасно? А как кто убирается там, кто вы? Расскажите, как это происходит. Мне интересно ваш опыт. Потому что вы одна подняли руку из 700 человек. Как у нас зарпот у каждого свою комнату. Но это не вместе, моя хорошая. Это не вместе. В гости ходите. когда не можете, не ходите. Иногда отдыхаете друг от друга. Денечек два не разговаривать. Так? Скучаете. А если вы вместе жили, вы бы не скучали. Вы бы бросались друг на друга. Понимаете, о чем я говорю? как не всегда бывает. Ну давайте, кто еще? Ну поспорьте со мной. кто? Ну кто? Давайте, как не всегда. И? В общежитии, в частности, вот девочки, они же могут жить вместе. Сколько? С с ветки. Прямо нормально? Абсолютно. Со всеми? А если другая зайдет? Это уже лишнее. нет, я говорю не с этими двумя, а другая зайдет и с ними будете жить. Нет, но все равно привыкаешь, то есть приехали, приехали разные идеи. Видите, вы единственное в этом мнении. Давайте пройдем голосование, статистика все решает. Кто считает женщиной, что женщинам вместе жить очень трудно? Поднимите другую. А кто считает, что классно вместе женщинам жить? Молодцы, пять человек против пятисот. Нормально, садитесь, я не против вас, я говорю о природе. Я не говорю тоже, что невозможно. Я говорю сейчас о тенденциях. Мы говорим с вами о послушании и непослушании. Сейчас мы придем к этой теме. Итак, женщины по природе послушные или непослушные? А? Непослушные, вы с этим согласны, да? Здорово. Да когда мужчина говорит, ты что не слушаешься меня, ты меня слушайся. слушайся. Он это кому говорит? И он говорит ей, ты согласна с моим мнением или не согласна? И как женщина обычно говорит, согласна, согласна. И почему она так говорит? Чтобы не испортить с ним отношения. Потому что женщина никогда не будет согласна с мужским мнением. Когда женщина воспринимает мужчину, то она видит в нем тысячи недостатков. Потому что она эксплуатирует мужскую природу. Именно таким образом, что она видит в мужчине недостатки и исправляет их. Так она отношения с мужчиной строит. А мужчина когда видит женщину, недостатков в ней не видит, он видит в ней только красоту и пытается ей пользоваться. Вы представьте, сталкиваются две природы. Конфликт идет. Мужская природа один недостаток у женщины увидела и возмущается. Говорит, да ты что так делаешь? Она смотрит на него и говорит, а ты вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. И вспоминает лет на пять назад. Все. И он такой и спор на этом заканчивается. Так происходит или нет? Да. А если все наоборот? Бывает наоборот, да. Сейчас особенно в этом, в Норвегии что ли там уже наоборот, они решили, что это важно наоборот. Мальчики в юбочках ходят, девочки в брюках и они друг друга дружками называют. Наоборот бывает, да. Но мы сейчас не об этом. Бывает наоборот. Но мы не об этом сейчас. Мы сейчас о наклонности к природе. Итак, смотрите, интересно знать, что мужчине не хватает мужской энергии в жизни. И поэтому он требует у женщины ее. Он говорит женщине, будь послушной, будь, верь моему мнению. Ты согласна, что это классная работа, вот то, что я делаю. Согласна, но она вообще не врубается в эту работу, если честно. То есть мужчина от женщины требует мужского, он требует послушания. Послушание это мужская энергия. Мужчины все, раз, два, есть, трое, вольно, раз, десять. Вот попробуйте женщине построить, равняйсь смирно. Женщины, равняйсь смирно. Что такое? Какой равняйся? Ты что тут команд дышишь? Так или нет, женщины? Женщина не может просто быть послушной. Чтобы ей быть послушной, она должна поверить в человек. Она от веры, от любви становится послушной. От любви. А мужчина просто послушный. Сам по себе. Мужчина от любви становится нежным и заботливым. А женщина сама по себе нежная и заботливая. Это ее природа. Мужчина не нежный и не заботливый сам по себе. Он не может мягко разговаривать сам по себе мужчина. У него не мягкая речь. У него твердая речь сама по себе. Но от любви она становится мягкой. если говорить о верности отношения верности женщина требует верности от мужчины. Верность это женская энергия а не мужская. Мужская другая энергия ответственность чувство долга перед женщиной. Но если мужчина от женщины требует ответственности говорит ты отвечаешь за свои слова или нет. Женщина никогда не отвечает за свои слова. Насказала и забыла потом. Чуть-чуть понятно становится? Разделяем энергии. Начали чуть-чуть влыбаться, да? Теперь смотрите, интересная вещь происходит, что на самом деле проблема только одна у нас в отношениях. Проблема заключается в том, что мы пытаемся эксплуатировать друг друга, а не служить друг другу. У нас внутри постоянно вот эта неправильная сила действует, которая заставляет что-то сделать с близким человеком, чтобы получить счастье. Древняя культура говорит, что чтобы получить счастье, надо что-то с собой сделать, а не с близким человеком. Тогда счастье придет в твою жизнь, но не сразу, постепенно, но оно будет устойчивую длительную природу иметь. Но почему мы ругаемся друг с другом? Причина того, что мы ругаемся, заключается в том, что мы выконючиваем из друг друга счастье. Вся ругань означает, ты для меня почему вот этого не делаешь? То есть мы требуем счастья. Ругань вся идет от этого, от требований счастья друг от друга. Но счастье, энергия счастья, это не то, что можно потребовать. Вот я, допустим, сейчас возьму, я счастлив от того, что вы на меня смотрите и слушаете. И даже счастлив, что кто-то со мной спорит, если продолжает сидеть на лекциях. Это мне тоже нравится. Это означает уважение просто. Спасибо вам всем. Но я не могу вас заставить меня слушать. Вот если я сейчас начну даже просто этим заниматься, вы все разбежитесь. Ну давайте получше меня повнимательнее слушайте. Ну что такое, где внимание? Сразу не хочется слушать, хочется уйти. Видите, это недопустимая вещь. Но мы постоянно в семейной жизни только этим и занимаемся. Мы говорим, понежнее и понежнее разговаривай со мной. Ты чего мне не доверяешь? Не доверяешь. Почему мне? А доверять это не мужская энергия, не женская, а мужская. Когда человек служит близкому человеку, он вкладывает в него то, что ему потом и приносит счастье. Когда женщина нежно к мужу относится, это ее обязанность. Понимаете? Потому что права, настаивать на правах, это разрушать семью. Почему ты не нежно со мной разговариваешь? Спроси себя саму об этом. Почему? Почему не нежно разговаривать? А потому что ты не вложила туда свою энергию, в него. Мужчина может нежно разговаривать, если он получит от женщины нежность и начнет ее отзеркаливать. Сразу возникает вопрос. А сколько нужно в мужчину вложить нежности, чтобы назад что-то пошло? Много, да? И получишь дебет с кредитом, получишь остаток. На остатки выйдет нежность. Потому что часть нежности он себя заберет. Поэтому женщина должна просто отдавать женщине нежность близким людям. Отдавать и отдавать. И она будет чувствовать себя счастливой. Потому что хотя бы чуть-чуть не вернется назад, ей уже хорошо. Она уже счастлива. Ей не так много надо, как мужчине. Хотя бы чуть-чуть от мужчины нежности пришло. Хотя бы раз улыбнулся, мой хороший. Я тебе каждый день улыбаюсь. Мужчина тоже может получить послушание от женщины. Женщине несложно слушаться так же, если она понимает, кому. Женщина так устроена, что если мужчина ведет себя серьезно, ответственно, то женщина легко его слушаться и слушать. Легко. Потому что он сам вкладывает в нее эту силу. Если мужчина сам с женщиной ведет себя смиренно, то есть он всегда терпит женские эмоции. В этом смирении мужчина должна проявляться. Женщина там... Он... Да, моя хорошая, да. Расскажи, что происходит, что произошло. Рассказывай, да. Успокойся, рассказывай. Все. Это же смирение. Когда мужчина так себя ведет, то женщина расслабляется такая. Да, наверное, я не права. Но сначала она должна увидеть вот этот пример. Пример смирения, который исходит из мужского сердца. Что значит благородное сердце мужчины? Благородное сердце означает способность смиренно терпеть женскую энергию, женскую природу. А женщина — как вулкан Везувий. Слово «женщина» на санскрите звучит «стрии». «Стрии» означает все расширяющиеся потребности и желания. Не дай Бог мужчине согласиться, что нам нужна квартира чуть побольше. Это значит, что уже к идее, что в этой квартире жить можно, вернуться нельзя. Назад дороги нет у женщины. Все расширяющиеся потребности. Если ты уже согласился, что нужна квартира чуть побольше, то в этой квартире счастья уже не будет. Женщина будет тебя пилить до последнего в этой квартире уже. Согласна, женщина? Природа такая, так действует. Ничего не сделаешь с этим. Вот мужчина может шаг назад сделать. Женщина может шаг назад сделать? Нет. Только шаги вперед. Вот ты зарплату такую приносишь, приносишь. Надо чуть больше. А? Всегда. Не всегда? Всегда. Как? Всегда. Всегда. Всегда выше и больше. Всегда, да. Все выше и выше и выше. Но у всех женщин по-разному. Вот поднимите руки женщины, которым вообще не интересует зарплата. Мужчина. Есть такие? Ну, пожалуйста, вот, держите руку. Они не верят. Смотрите. Пожалуйста, вот есть такая женщина. Все, опускайте руку, сейчас мы с вами поговорим. Вам зарплата не нужна мужу, да? Но есть что-то, в чем вы будете всегда требовать больше. Я сейчас просто на ощупь пойду и предположу. Вам зарплата не нужна. Значит, вам, наверное, нужно внимание мужа побольше. Так? А если он, хорошо, зарплату не приносит. А если он невнимательный? Что тогда? Тогда ему конец, да? Нет? А что? Покой вам, значит, нужен. Покой? Сама не знает, что ей нужно. Она знает, что ей нужно. Смотрите, у каждой женщины есть зона, в которой она себя не контролирует. И поэтому она выходит замуж. Какой-то женщине нужно покупать платье постоянно. Она не может без этого жить. Или платье, или какие-то безделушки. Она с ума сходит, если не покупает. Какой-то женщине нужна просто тишина. Ей надо, чтобы ее не трогали. Вот надо такого мужа, чтобы он дал возможность ей, ну, часть дня вообще, чтобы не подходил, не трогал. Ей нужен тишина, покой. Просто свой уголок нужен. Она там села, как курочка. Ку-ку-ку-ку. Все. У нее свой уголок, чтобы никто не трогал. Третьей женщине нужно внимание. Ей не нужно ни денег, ни уголка, ничего не надо. Нужно, чтобы он постоянно на нее обращал внимание. Четвертой. И она без этого жить не может вообще. И все больше и больше внимания надо. Четвертой. Нужно куда-то съездить на острова все время. Ее тащить на острова. И в чем выбор мужчины заключается? Мужчина должен, когда он выбирает жену, он должен понять, что он это потянет. Потому что это уже никогда не поменяется в течение жизни. Это будет всегда вот так. И нет ни одной женщины, у которой бы какая-то потребность не расширялась в какую-то сторону. Это не факт, что у всех женщин все потребности. У каждой только одна. Или максимум две, которые постоянно летят вперед. И их не остановить. Третья женщина хочет с подружками. Четвертой. Постоянно. И ее нельзя останавливать в этом. Она с частью отношений разрушена. Понятно, да? Мы сейчас изучаем природу мужчин и женщин в соответствии с природой обязанностей. У мужчины есть бзики или нет? Есть. Есть. В чем? В потребностях? Нет. У женщины бзики в потребностях. А у мужчины в чем бзики? В их идеях. У каждого мужчины есть свой крен. Где? У кого-то гараж. У кого-то домино. У кого-то бабы. У кого-то работа. И так далее. У каждого мужчины есть своя вот эта направленность. Так или нет? Женщина должна принять. Должна принять, что мужик вот такой достался. Вот с таким наклонностям. И с этим уже ничего не сделаешь. У нее такая природа. Сломать можно пробовать. Вместе с мужиком сломаете. Будет муля, не нервируй меня. Знаете, фильм? Помните? Старый такой. Муля, не нервируй меня. Или у других мужики как плебедушки. А у меня бедоносец. Помните, любовь и голубь. Вот это сломать мужчины идею. Невозможно. Вместе с мужиком только можно сломать. Ваше желание же тоже не сломать. Ты поговорить, мне кажется, хотите. Любите поговорить. Общаться. Да, пообщаться. Нет? А что? Ну что, вот у вас же что-то есть такое? Нормально первый раз, ничего страшного. Вот у вас есть же что-то в жизни такое, что вот без этого вы не можете жить? Ну что, вот я перечислил. Что у вас-то? Без работы. А? Без работы. Ну, без работы. То есть вам радует. Вот я говорю, поговорить надо. Работа, зачем вы ходите? Ходите, вы там будете? В кабинете сидите? Отдыхаете там на работе? А что делаете? Работаете? Это ваш отдых, да? Да, я отдыхаю на работе. Отдыхаю на работе. Вот это ваш взгляд. У каждой женщины есть то же самое, как у мужика. Итак, давайте будем теперь двигаться вперед. Первый постулат, который я хочу выдвинуть. Если вы или если мы, если мы не пытаемся служить близкому человеку, то мы от него не получим то, что мы хотим. И чем человек служит близкому человеку? Он служит тем, что у него есть, и это несложно. И он служит тем, что у него нет, и это сложно. Вот смотрите, сейчас объясню. Вот женщине, в принципе, ласково разговаривать несложно. Было бы с кем? Ну, несложно. Женщине сложно заботиться. Правильно? Заботиться несложно. Готовить было бы кому? Несложно. Женщине несложно прощать, просить прощения. Искренне разговаривать несложно. Верить в человека несложно. Быть не верить, а верной быть, тоже несложно. Все это несложно, женщине. Но именно это, то, что я сейчас перечислил, является для нее подпиткой, то, что питает ее в жизни. Женщину питает нежный голос мужа. Ее питает то, что муж заботится. Если муж не заботится, она не может жить, ей нужна забота. Она нуждается в заботе, в ухаживании, во внимании. Мужчина внимательный человек или нет? По-разному. Да все одинаковые. Вот женщина вот сейчас смотрит на меня, видит Олег Геннадьевич Тарсунов. Дальше что она видит? Они видят очки, лысину, наглажена рубашка или нет. Все видит. Мужчина видит просто в общем Олег Геннадьевич Тарсунов. Все. Откуда внимательность-то, мужчина? У вас муж есть? Нету, не знаете просто. У кого есть муж, поднимите руку. Хорошо. Он у вас спрашивает, где мои носки? Да, у вас. Всегда спрашивают. А какой статью вы должны знать, где его носки? Вы говорите, один на холодильнике, другой за углом. Он говорит, откуда ты узнала? Я постоянно, вот я допустим собираюсь в поездку, иногда у меня возникает вопрос, я не могу найти вещь. Жена обычно, это рано утром, жена спит еще. Я подхожу, она спит, понимаете, человек спит. Я спрашиваю, где такая-то вещь? Она говорит, посмотри вон там. Я смотрю точно, откуда она узнала. Это внимательность, природное свойство женщины очень внимательны. Женщина очень внимательна по природе. Она очень чутко чувствует характер человека, наклонности, взгляды. Маленькая девочка, пять лет, все знает про близких, про родственников, все. Мальчик знает пять лет? Ничего не знает. Кусошу, да, ну. Гулять, смотришь, мальчик. Точно? А девочка все знает пять лет. Она обо всех расскажет. Внимательность. Женщина природная скуса, внимательность. Допустим, у нас большой коллектив, вот в медицинском центре. И, допустим, люди только знакомиться начинают. Я жене своей, она не работает у меня. Я жене говорю, вот, как бы, знакомиться. Она говорит, так об этом уже все знают. Я говорю, ну, как все знают? Они только вот... Мне молодой человек сказал, девушка понравилась. Я жене говорю, девушка вот этому парню понравилась. Она говорит, ну, все уже знают об этом. Я говорю, а эта девушка знает? Конечно. А он сам еще не знает. А все уже знают. А кто все-то? Женщины в коллективе. Они все видят, какие связи между людьми, кто на кого смотрит, кто, как, что происходит, какие отношения. Все знают женщины. Мужчины знают, нет? Нет. Догадываются только иногда. Видите, у женщины очень внимательная природа. Мужчины рассеянные. Но женщина хочет внимательности от мужчины. Для нее это как хлеб. Ей нужна внимательность. И когда мужчина становится внимательным к женщине? Когда она его своей внимательностью наполняет. Так действует энергия любви. Когда женщина очень внимательно к мужчине относится, у нее в какой-то момент бац! Пробило его, и он. Начал замечать свою жену. Говорит, у тебя что, новое платье? Понимаете? Точно так же мужчина хочет, чтобы женщина соглашалась с ним. Послушной была. Мужчина должен энергию послушания в семье постоянно все культивировать. Должен приходить домой уже сдавшимся. Потому что у женщины постоянно что-то новенькое. Каждый день. То одно настроение, то другое. В ней постоянно плывет настроение. Как волны. И он должен уже быть готовым. Приходит домой, жена сидит запертая в комнате. Вроде ничего плохого не делал. Ничего не говорил. Просто раз и все. Нет настроения. В кино сегодня не пойдем. Ну почему? Мы уже билеты купили, уже договорились. Все. Настроения нет. Так женщины или нет? Все неожиданно происходит. Мужчины все стабильно. Договорились, идем в кино. Не факт, что женщина пойдет. Мужчина должен знать, что с женщиной нет определенности ни в чем. Вот договорились, не факт, что мы пойдем в кино. Даже если договорились. Почему? Потому что у ней меняется настроение постоянно. Как волны в реке. И в чем заключается послушание мужчины в семейной жизни? Он должен всегда быть готов принять женщину такой, какая она перед ним предстает. Она предстает перед ним всегда разная. Каждую секунду все меняется. И он должен быть готов. Поменялось настроение, он должен быть к этому готов. Кто создает настроение в квартире? Мужчина или женщина? Женщина. Обоечки, все эти люречки, все это. Это все энергия настроения. И представьте, у женщины испортилось настроение. Даже у собачки испортилось настроение. Если у женщины испортилось настроение, даже собачка скучает дома. Дети капризничают, собачка скучает, у женщины испортилось настроение. Испортилась – это значит, что она своей силой любви уже не может никого наполнять. Она отдыхает. Ей нужно наполниться энергией любви, она отдыхает. Поэтому все скучают в доме. Дети скучают, собачки скучают, цветочки и то уже такие вот. Им тоже тяжелее стало жить. Мужчина должен это принять. В чем смирение мужчины заключается? В чем его обязанность? Он должен быть готовым всегда, что счастье закончится в какой-то момент. Сегодня было счастье, через пять минут – бац! – нет счастья. Это надо спокойно к этому относиться. Так женская природа действует. Она нестабильна, непостоянна. И когда мужчина принимает от женщины непостоянство, вот эту нестабильность, и он способен смиренно к этому относиться, у женщины из сердца выходит благодарность, и она становится послушной, смиренной по отношению к нему. Она говорит, это хороший человек, поэтому я ему подчиняюсь. Он хороший человек, он надежный. Она говорит, надежный для женщины что значит надежный? Надежный означает не подведет. У нее и так вот в жизни получилось, он не подводит. И так получилось, он опять не подводит. Когда он так себя ведет, женщина расслабляется в своем бунтарстве и становится согласной. Видите, он наполняет, мужчина наполняет ее этой энергией смирения, и она поэтому согласна с ней. Теперь, допустим, мужчина, ему хочется, чтобы женщина принимала его точку зрения. Для нее очень важно, чтобы она, вот он демагогию толкает, она, да, все правильно, и так далее. Но поймите такую вещь, что демагогия находится вот здесь, в этом центре разума, который у мужчины сильный, а у женщины слабый. И у женщины там дырка энергетическая, вот здесь. Это значит, что способность терпеть рассуждения у женщины очень слабая. Женщине очень трудно терпеть демагогические такие рассуждения, имеющие природу наставлений, философских толканий каких-то. Да, то есть, когда мужчина начинает с точки зрения банальной эрудиции, и пошел там на женщину. Она говорит, слушай, я уже не могу тебя слушать. Успокойся, пожалуйста. Или она просто ничего не соображает, стоит думать. Чего он хочет от меня, непонятно. Там тает. Она говорит, ты попроще, скажи, что тебе надо. Так или нет? Там разбудит какой-то философ. Погоди, сейчас выслушай, сейчас объясню. И начинает. В 1915 году. Говорит, ты мне скажи, что тебе надо. Так или нет? Женщине очень трудно это все служить, все эти рассуждения. Вот, давайте, да. Когда нетрудно? У меня женщина, которая срабатывает на таком языке. Пофилософствовать, да? А мужчина тогда у нее какой? Он слушает. А как? Молчишь и сведоточишь. Это означает, что он служит вам. Вот об этом и речь. Вот как раз я к этому хотел подвести. Вот смотрите, как сделать так, чтобы мужчина мог женщине объяснить свою точку зрения. И чтобы концепция вся жизни в семье, для что важно для мужчины? Для мужчины важно, чтобы семья шла правильной дорогой в жизни. Он дорогу создает. Он говорит, мы туда идем, понимаешь, в жизни нашей. И не важно, женщине, куда идем. Важно, чтобы все было. Если туда, то хорошо. Но главное, чтобы все было там. Ну, туда идем. Вот смотрите, если мужчина это говорит очень ненавязчиво, вот то, что вы говорите, он очень тактично высказывает свое мнение и ненавязчиво, тогда женщина начинает слушать его мнение. Потому что в этом вопросе нужно быть очень мягким женщиной. Нужно ей объяснять все ненавязчиво. Именно мы с этим с вами абсолютно солидарны. Но сейчас я говорю вам о мужском качестве характера, а не на женском. Видите, вы привели пример, что у меня муж даже готов меня выслушать. Сейчас мы проведем статистику. Поднимите руку женщины, у которых муж никогда не готов выслушать жену. Что, у всех всегда готов, что ли? Хорошо. По-другому задам вопрос. Кому из женщин трудно достучаться до сердца мужа? Вот трудно ему что-то объяснить? Вот, поднимайте на руку. А теперь, опускайте, а теперь поднимите, а кому легко достучаться до сердца? Прямо вот легко объяснить все, да? Он совсем, вот давайте, вы, может, меня не понимаете. Вот, девушка, давайте, да, с вами общаемся. Нет, не с вами, вот перед. Да, да, с вами. Давайте с вами общаемся. Вот смотрите, такая ситуация. У него есть какая-то идея, допустим, в жизни, да? И вы считаете, что это неправильно. Вы ему говорите, он слышит вас или нет? Вы не будете говорить. Но видите, это ваша природа же работает. Вот, смотрите, допустим, у мужика есть какая-то идея в сфере ценной. Ему можно объяснить, что это не так или нет? Можно. Но ничего не изменится. Можно объяснить. Но он может задуматься. Может задуматься. У вас. А у кого не может задуматься? Поднимите руку. Понимаете, проблема заключается в том, что способность объяснить исходит от мужчины, а не от женщины. Если мужчина сам очень деликатен в этой способности, тогда он также слушает и мнение жены. Это означает не женская победа, а мужская. То есть вы говорите, у меня мужчина слушает мое мнение. Это значит, что он развитый человек. Это ему очень трудно. Это для него аскеза. А легко ли мужчине слушать ваше мнение? Тогда у меня вопрос к вам. Не знаете. Хорошо. Другой вопрос. А легко ли вам терпеть мужскую демагодию? Это редко бывает. С вами. Ну, 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 ну. Если знаете, что делать не Украина вообще неинтересно. У меня всего одна голова. Не могу сразу двоих слушать. Я наверх смотрю. Вот давай сверху, да. Я говорю, я с ним уже два месяца на сущный вопрос Украины, а я слушать не могу. Что делать? Он постоянно про Украину, да? Постоянно вам про Украину, да? А вы слушать не можете, да? Так? Так. Вот это мужская природа. Мужчина, если поджарила что-то, мы стоим в Украину, все. Кто кого побеждает, там, мы замочим американцев, они нас. Вот. А? Вам что делать? Вот смотрите, ваше мнение спрашивает. Соглашаться. Понимаете, ему не нужно ваше мнение, ему нужна ваша поддержка. Сейчас я вам объясню. Дети, женщина, да. Вот смотрите. Вот допустим, если я буду вас стерилизировать, там, мы украинцев должны победить, там, ну, допустим, меня понесет, да? Вам что надо делать? Вам не обязательно, как бы, рассуждать на эту тему. Вам надо понять, что ему сказать, чтобы он успокоился. И все. Ему нужна просто поддержка, чтобы он сказал, да, 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 правильно говоришь, молодец. И причем интересно знать, что мужчине тоже не нужно женское мнение. Ему нужна поддержка, ему не нужно философию вашу знать. Ему нужно, чтобы вы его поддержали. Вы энергия вдохновляющая, вы вдохновитель, вы вдохновляющая сила, а он должен нуждаться в ваше вдохновение. Поэтому, вот допустим, смотрите, мужчина приходит домой, говорит, у меня начальник не прав. И начинает рассказывать пункты. Это не значит, что женщина должна послушать, сказать, нет, мой хороший, начальник же прав. Это вызовет там взрыв. А-а-а-а, ты че? Вот. Хотя на самом деле он прав, начальник. Но зачем он, зачем он говорит это жене? Какая причина? Он ищет силы от нее, просто вдохновение. И она должна ему сказать, да, начальник не прав. Он такой. И дальше, что интересно может быть, он когда успокаивается, он говорит, ну все-таки в чем-то, конечно, он прав. В другую сторону уже понесло его. И она говорит, тоже правильно. А если это касается жизненных вопросов, то все равно это важно? Вот, вот сейчас давайте изучать, как женщина решает жизненные вопросы, в чем ее обязанности. Как мужчина решает жизненные вопросы. Мужчина решает жизненные вопросы как? Философским давлением. Женщина как решает жизненные вопросы? Эмоциональным давлением. Она говорит, нет, я с этим не согласна. Давайте условимся, чего мы никогда не должны делать в отношении. Это наша обязанность. У женщин очень сильные эмоции. У мужчины здесь дырка. Он не может терпеть женские эмоции вообще. Обязанность женщины является говорить не эмоционально с мужем. С девушкой какой-то. Вот, допустим, вы хотите обсудить вопрос какой-то, да? Что, вот вас что-то эмоционально волнует. Ребенок заболел. Допустим, да? Вам хочется эмоции свои выразить. Кому надо выражать эмоции? Подружкам, маме. Она, ой, я тебя так понимаю. Да, заболел. Там все. Вот представьте, вы точно так же начинаете мужу говорить. Что с ним происходит? Вы бьете ему по сердцу просто. Лупите по сердцу. Потому что, когда женщина проявляет эмоции, это значит, мужчине надо идти в бой. Прямо сейчас. Надо сражаться за ребенка. Что я сейчас должен делать? Она ему говорит, да ничего, я тебе просто говорю, что ребенок заболел. Понимаешь? Видите, это не выполнение обязанностей просто. Женщине не надо говорить эмоционально ничего мужчине. Он не понимает этого, ему больно это слышать все. Это надо женщине. Когда эмоции успокоились, надо к мужу подойти и говорить, ребенок заболел. Он спокойно, он с ребенком заболел. Да, понятно, да. Что, какие действия, что будем делать? Она говорит, это я тебя хотела спросить, что делать. Ну, я считаю, мужчина не должен навязываться. Должен. Говорит, я считаю, что вот так лучше действовать. Она говорит, не поможет. Я считаю, что вот так. Не поможет тоже. И считаю, что вот так. Ну, тоже не получится ничего. Ну, тогда вот так. Может быть, получится. Понимаете? То есть женщина, она сама ничего не предлагает. Она хочет, чтобы мужчина предлагал. Но она будет все отвергать подряд. И мужчина, который слабый мужчина, говорит, ну, что ты до меня докопалась? Я тебе сказал, как делать? А ты отвергаешь. Ну, иди тогда сама делай, как хочешь. Она не знает, как хочешь. Она боится. Потому что женщина движет страх. И она не может принять на себя ответственность. А боится делать, вдруг я неправильно думаю. И она это все переваливает на мужа. Поэтому, когда женщина ничего не принимает, надо ей сказать, а как ты считаешь, как надо делать? И она скажет, мне кажется, что надо делать вот так. И тогда мужчина должен сказать, вот так мы и будем делать. Должен сделать вывод уже. Вот так мы будем делать. Молодец, правильно. И тогда наступает гармония, понимаете? Женщина открывает сердце, считает, что вот здесь правда в этом направлении. А мужчина принимает решение. Видите, есть разные природы, разные обязанности. Обязанность мужчины не толкать демагогию женщиной. То есть женщине надо все объяснять очень просто. И не надо рассуждать слишком много с ней. Надо просто сказать основные моменты. Вехи своего рассуждения. И надо это делать не без давления. Не надо женщине ничего доказывать. Женщина принимает сердцем, а не логикой. Женщине не надо ничего доказывать, когда мужчина что-то рассказывает. Как женщина слушает головой или сердцем? Она сердцем слушает. Она такая сердце открывает и думает, мне кажется, это не туда приведет. И он говорит, вот что именно в моих рассуждениях тебе не понравилось? Она говорит, все понравилось. Но мне кажется, это не туда приведет. Женщина слушает сердце. Допустим, лекция закончится, женщина скажет, лекция такая хорошая была, мне понравилось. И мужчина спросит, а что именно тебе понравилось в лекции? Женщина скажет, все. То есть женщина воспринимает эмоционально все, сердцем. Она сердце смотрит, если сердцу нравится, она слушает. Сердцу не нравится, не слушает. Мужчина саму концепцию пытается понять. Его интересует логика лекции, ее идея. Понятная разница? И в соответствии с этой разницей обязанности. Обязанность женщины не обращать внимания на мужскую логику. Вот он начинает давить, надо просто делать вид, что все нормально. Не надо слишком сильно в это погружаться, это приведет к трагедии. Не надо женщине, мужчина требует, послушай меня, я тебе сейчас скажу. Послушая означает просто соглашаться. Не надо погружаться в мужскую логику, особенно если она навязчивая. Ну, надо покупать машину, случайно. Допустим, пошел бзик вот этого мужика, допустим. А он говорит, да-да-да, садись покушать. Я согласна, совсем согласна, садись кушать, все. Если она не будет согласна, будет еще хуже. Будет сражаться уже за эту идею. А если она согласилась, он забыл через 5 минут, что машину надо покупать. Не забыл, надо на тормозах спускать. Да-да-да, все нормально. Мужчина не может жить без целей. Ему нужна какая-то цель. Вот есть два варианта. Или машина, или бутылка. Что выбираете? Опа. Я женщине спрашиваю, а не мужчину. Если вы мужчине не дадете возможности развиваться в своем направлении, то будет бутылка, значит. Потому что мужчина, если женщина ломает его идею, он начинает пить просто, и все. У него нет другого. Или он идет вперед, или лежит на печке. Одно из двух. Треться, если я считаю, что это бредовая идея. Бредовая идея. Она всегда так считает. Вот любая идея мужчины, это бредовая идея. Абсолютно любая. Женщина же сердцем живет, она чувствует лучше, чем мужчина. Вот это означает, что он сильно очень в это устремлен. Как реагировать? Спасибо вам, что вы начали в эти темы углубляться. Все это очень и очень важно. Давайте будем изучать серьезно эти темы. Посмотрите, мужчина имеет бредовую идею. В чем обязанность женщины заключается? Обязанность женщины заключается в том, чтобы мужа успокоить просто. Она должна с ним согласиться. Потому что в чем опасность, страх женщины заключается? Что мужчина пойдет в эту сторону. Мужчина на самом деле идет в ту сторону, в которую женщина его направляет. Женщина – это стрелочник поезда мужа, понимаете? Стрелочник. Стрелки или работают, или замыкают. Не работают. Если женщина поезд хочет повернуть, вот поезд мчится. Мужчина – это поезд, понимаете? Вот если вы его хотите повернуть на 90 градусов, то будет или откос, или он сметет вашу стрелку и пойдет дальше. Как можно поезд поворачивать? Только понемножку. Он – чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук. Уже в другую сторону ей. И говорит, я сам так считал всю жизнь. Но в чем заключается ваша проблема? У вас стрелки слишком крутые, понимаете? Вот разумная женщина, она как себя ведет? Она говорит, да-да-да, правильно, правильно, все. Она согласна со всем. Когда он успокоился, она говорит, давай немножко вот так вот будем это решать. Чуть-чуть его раз, давай, уже туда, чук-чук-чук-чук-чук-чук, пошел. Она потом вот чик, еще, 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 потом раз, в другую сторону уже пошел. Приведу пример. Допустим, мужчина говорит, все, деньги все на машину. Все потребности семьи сокращаем, пеленки сокращаем, раскашонки сокращаем, пищу сокращаем, все, все на машину. Все для фронта, все для победы. Это мышление мужчины типичное. Как вы будете себя вести? Ну, давай, давай. Энергию любви вырабатывайте из сердца. Ну, как вы будете себя вести? В чем ваша обязанность заключается? Ну, женщины с вами вот в красной одежде, да. Мы с вами общаемся. Давай берем ползунки и пеленочки оставим. Нет, неправильно. Заберем ползунки, пеленочки оставим. С ним не надо торговаться. Мужчина – это победитель. Если с ним женщина начинает торговаться, он все отметает, говорит, нет, ничего не оставляем, только машина. Неправильный подход. Как? Мужчина говорит, мужчина говорит, согласится. Видите, мужчина уже подсказывает, женщина, вы что? Все уже? Совсем что ли уже? Мужчина говорит, согласится. Надо сказать, да, только для машины живем. Сразу мужчина успокаивается, думает, блин, классная жена досталась. Когда мужчина так думает, он для нее готов на все. Потому что мужчина живет идеей, а женщина живет возможностями. И когда мужская идея удовлетворена, тогда все женские возможности будут удовлетворены. Приведу вам пример. Допустим, вы-то думаете, что ничего покупаться уже не будет, а это все не так. Понимаете, если цель нашей жизни машина, вы согласились с этим. Все, наша семья работает для машины. Вы подходите к мужу и говорите, у ребеночка подгузнички порвались. Купим? Он говорит, ну конечно, что? Не такие большие деньги. Мне платье одно понравилось. Недорогое. Хожу в рыванье. Купим? Ну конечно, ты же согласна, что мы на машину купим? Согласна. Ну давай чуть-чуть платье купили. Но в этом месяце на машину не хватило денег. Но мы все равно же для машины живем. Да, все, идем вперед на машину. Все, на машину пошли, дальше, в следующем месяце. Ребеночку надо творожное питание купить. Пожалуйста. Мне губную помаду. Пожалуйста. Опять не хватило на машину. В следующем месяце накопим. Понятна система или нет? Мужчина очень щедрое сердце, когда женщина согласна с его целью. Но если вы не скупой человек и согласна с идеей мужа, это надо любовь же вкладывать туда, тогда мужчина вам все отдает. Кто не уловил мысль? Поднимите руку женщины. Все уловили? Что тебе подарю, человек мой дорогой? Как судьбу благодари, что свела меня с тобой? Я тебе подарю, может, этот рассвет у меня для тебя невозможного нет. Понимаете, у мужчины очень щедрое сердце. Очень щедрое сердце. У женщины щедрое сердце? Если женщина за что-то взялась, можно отпилить только с рукой уже. Приведу пример. Вот смотрите. Женщина работает, зарабатывает и мужчина зарабатывает. Деньги одинаковые? Женские деньги – это как раскаленная плита. С ними очень опасно. Причем не только сейчас, а также и в будущем с этими деньгами. Сейчас приведу пример. Вот не дай бог мужчина попросил у женщины деньги, которые она заработала на что-то и купил. Это она заработала деньги, понимаете? Они уже все распределены. Если она заработала сама, они уже все распределены. Они не могут быть лишними уже. Никак. Мужчина берет вот из этих денег, моих, понимаете? И что-то себе там, ну вообще проф, говорит, семью. Ну что-то из моих денег, женщина. Сколько вы будете это помнить? Лет 10, наверное, да? Когда ругань начинается, а помнишь, как ты из моих денег? Так, женщина или нет? Да. Так нафига не нужны эти женские деньги тогда? Это же страстная вещь. Женщине отдавать деньги очень трудно. Это кровь для нее. Это психика разрушается, когда мужчина у нее деньги просит. Да пускай она сама там с этими деньгами. Страшное дело. Мужские деньги такие же, нет? Нет, тут легкие деньги. Мужчину взял, он забыл уже. Мужчина взял легкие деньги. Почему? Потому что мужчина щедрое сердце. А у женщины сердце такое, взяла и все. Но есть другое. Хоть у женщины с деньгами вот такой напряг, у женщины же зато нет такого напряга со служением. Женщина способна служить семье день и ночь. Понимаете? Допустим, надо помыть пол, раз моет. Надо приготовить, раз готовит. Вот представьте, мужчина с работы приходит, вы ему говорите, помой пол. Я не планировал. Что делать мужчине в такой ситуации? Потеть. Мужчины потеть. Понимаете, женщина просит мыть пол, но надо помыть. Ну, это не обязательно помыть, слишком круто. Надо же понимать, что вы мужик. Ну, проведите там линию сплошную посреди этого. И идите спокойно своими делами заниматься. Женщина будет счастлива, что вы провели эту сплошную линию, потому что для нее вас просить помыть пол, это означает соучастие. Она вот во всех комнатах уже помыла, она так устала, и никакой оценки нет. И она говорит, помой вот здесь. Это значит оценка просто. Мужчина берет швабру, сплошную линию проводит, говорит, я помыл как мог. И она говорит, я тебе благодарна. И перемывает сама уже. То же самое посуду. Муж посуду помыл, значит ли это, что посуда помыта? Для многих женщин нет. Ей просто это знак признания. Она берет эту посуду, потом сама перемывает заново. Но она счастлива, муж помыл посуду. Понимаете, о чем я говорю или нет? Вот так к этому надо относиться. Не то, что она от вас требует в каждом закуточке помыть. Это же невозможно для мужчины. Я обычно как женщине, жене говорю, пойдем готовить вместе. Ей тяжело готовить у меня. Пойдем готовить. Мы приходим к плите. Я говорю, давай я тебе помогу. Она говорит, ну доставай, что будем готовить. Вот это доставай, я там достаю все из холодильника. Там раскладываю. Я говорю, давай я сейчас порежу морковку. Она такая начинает резать, она такая смотрит. Спасибо тебе. Давай я сама. И она счастлива, потому что я готов готовить. Понимаете? Я готов, я хочу помочь. Но это не значит, что я буду готовить. Потому что женщина нормальная. Никогда не допустим, чтобы мужик там что-то делал. Страшное дело же там. Картошка будет порублена на две половинки. И так далее. Ну то есть не то, что все мужчины вот такие. Кто-то может очень аккуратно готовить, но не может что-то другое. Я говорю в целом о природе человека, о его наклонности. Итак, в чем заключаются обязанности? Обязанности заключаются в том, чтобы это понять. Вот допустим, мужчина пришел с работы, он дома отдыхает. Вам надо что-то сделать дома. Что надо делать? Сначала вложить в него любовь, а потом очень аккуратно попросить. Если вы очень аккуратно, тактично попросите, попросите, это не значит, что он встанет с кресла. Чтобы он пошел это делать, нужно еще знать женщине, что мужчина дома, у него воля парализована. Он сам себя не может заставить что-то делать, он там отдыхает в доме. Поэтому женщина должна очень мягко, нежно взять его за ручку и потянуть. И потянуть, и тянуть, и тянуть. И когда она его вытянет из дивана, тогда он пойдет делать уже. Причем он будет сильно благодарен. Понимаете, ей нужно вложить силы в него в этом случае. Еще. Сначала успокоить, полюбить, а потом вложить силы, и он пойдет уже, работу потом не остановишь. Понятная система или нет? То есть обязанностью человека в чем заключается? Понять природу близкого человека и вкладывать в него. И есть два основных момента, которые вы должны точно усвоить. Женщине легко делать то в обязанностях с мужем, что она сама от него хочет. И это делать надо бескорыстно. Женщине это легко делать, но чаще всего она этого не делает. Вот, например, или не делает достаточно много. Например, женщине хочется нежности от мужа. Это значит, что она должна проявлять эту нежность в полной степени, чтобы от него пошла нежность. Но есть вещи, которые для женщины являются аскезой. И эта аскеза нужна для того, чтобы близкому человеку было легко жить. Вот аскезой для женщины является послушанием. Вот так вот головой кивает. Не означает, что женщина должна быть полностью согласна. Попытайтесь это понять. Если женщина кивает головой, это значит, что она совершает аскезу. Женщины, от вас требуется только кивать головой. Это не значит, что вы совсем согласны, что вы никогда не будете делать так, как вас просят. Допустим, муж говорит, давай будем пораньше вставать каждый день. Вам что надо делать? Да, я согласен. На следующий день вы лежите в постели. Он подходит и говорит, мы же договорились с тобой пораньше вставать. Вы ему говорите, согласны. Но встать не могу. Если можешь, поднимаю. Он пытается там как-то, не может. Ну вот видишь, а я согласен. И самое интересное, что он будет частый в этой ситуации. Женщина согласна, жена согласна, но не смогла встать. Видите, так работает природа. Понимаете, о чем я говорю? Что если вы соглашаетесь с мужем, это не значит, что так обязательно будет происходить, как вам кажется. Будет происходить так, как вы хотите. В семье все происходит так, как женщина хочет. Но есть одна цена для женщины. Чтобы происходило так, как она хочет, для этого она должна всегда соглашаться с мужем. Запомнили вот в красненьком женщине? И тогда он будет делать так, как вы хотите всегда. Станет добреньким тогда. Теперь то, что не надо делать с мужчиной. Мужчина по природе каждый – это петух. Мужчина всегда неудержим и неукротим и неуправляем, когда начинается сражение. Если вы мужчине говорите – ты неправ, что дальше начинается? И понеслась. И остановить невозможно уже. Почему? Потому что такая природа у мужчины. Его природа добиваться своего любой ценой. Он в мужском теле, поэтому и родился. Мужчины природа достигать цели своей. Он будет добиваться своей точки зрения, своего мнения. И когда, допустим, бывает так, что мужчина даже начинает бить женщину. Почему мужчина дерется? Есть две причины. Обе в женщин находятся. Первая причина. Женщина не понимает, что с мужчиной надо просто согласиться, и он остывает сразу. И она также не понимает, что соглашаясь с ним, это не значит, что по ее не будет никогда. Все будет по ее. Надо просто согласиться. Если она не соглашается, он даже бить на него может начать. Или с ума сходить, биться башкой об стену может начать. Он не остановится. Или разрушится его психика одной из двух. Так мужская природа работала. Вторая причина, почему мужчина дерется, бьет, это когда женщина так сильно хочет рядом с ним жить, так сильно привязана к его деньгам, или власти, или еще чему-то, или красоте его там. Но к чему-то сильно привязана. Она боится его потерять, и поэтому постоянно со всем согласна. То есть она балует мужчину таким образом. Делает его вседозволенность усиливать. Понимаете? Когда его вседозволимость превышает определенную степень, он начинает даже бить мужа. Понимаете? Это означает, что она не выполняет свои женские обязанности в полной степени. Женщина не только должна соглашаться с мужем, она должна также его воспитывать. Каждая женщина должна воспитывать свой мужа обязательно. Но есть последовательность обязанностей определенная. Сначала женщина должна вложить любовь к мужчину, а потом должна ему говорить правду. И они наоборот. Вы устали? Нет? Нормально? Попеть, может быть, немножко. Итак, давайте будем подробненько об обязанностях. Наша обязанность делать так, в чем есть потребность близкого человека. Любая обязанность, мужская или женская, это аскеза. Это всегда аскеза. Аскеза означает очень тяжело. Кто спрашивает, поднимите руку. Вот у вас есть какие-то проблемы в отношениях с женой? Наверное, да. Ну, оформите, вот что, конкретно, какая проблема. Я вам сразу аскезу скажу, которую вы не делаете. Секс. Проблема с сексом. Она не хочет сексом заниматься. Знаете, в чем аскеза заключается? Аскез заключается в том, чтобы заниматься сексом тогда, когда есть крайняя необходимость, а не каждый день. Да, это аскеза. Потому что женщина – это не ткацкий станок, понимаете? Секс для женщины – это счастье, когда мужчина не мучает ее. Что значит не мучить? Это означает, что это должно вытекать из отношений, а не просто из того, что есть обязанность каждый день это делать. Для женщины секс – это проявление любви, это как бы кульминация любви, а для мужчины – это удовлетворение своей потребности. Мужчина хочет наслаждаться женским телом. У него есть потребность наслаждаться женским телом. Значит ли это, что женщина рядом с мужчиной наслаждается мужским телом, когда она занимается сексом? Нет, она наслаждается отношением мужчины к ней. Она не наслаждается мужским телом. И когда отношение такое, что секс означает работа ежедневная, то женщина начинает бунтовать. А зарплаты нет. Где женщины бунтуют, они такие все сейчас на хохлее сидят. У женщин коллективное сознание. Знаете вы об этом? У женщин коллективное, а у мужчин индивидуальное. Вот если я сейчас начну женщин обсуждать, мужчины все будут спокойно сидеть, не реагируют. Но если я начну мужчину обсуждать, все женщины пикнут одновременно. Поэтому шансов с ними сражаться нет. Они задолбают 100%. Потому что у них коллективное сознание. Вот представьте, вы поругались с женой, и жена сразу, маме, папе, всем. Все уже знают. А вы кому-то будете жаловаться, нет? Женщина всем уже рассказала, и все звонят. Ты что с женой делаешь? Так это она со мной делает, а не есть. Второй, третий звонит, четвертый. Аскеза заключается в том, что мужчина должен контролировать свое половое желание. Постоянно. И это даст ему силы развиваться как личность. Очень сильно. Половая энергия или идет в развитие у мужчины, или краник открыт, и она выходит вся. Вот смотрите, половая энергия мужчине дает хорошую память, решимость, стойкость, отвагу, мужество. Дает способность терпеть, терпение дает, преодолевать трудности. Половая энергия дает мужчине энтузиазм, жизнерадостность. Дает мужчине даже физическую силу и здоровье еще. Здоровье самое главное. И когда мужчина очень сильно работает над собой, стремится к чему-то в жизни, женщина все равно вызывает у него, когда мужчина видит женщину, энергия красоты женская, она вызывает у мужчины расслабление, и энергия начинает двигаться вниз, и хочется наслаждаться ее телом сразу. Но когда мужчина в своей жизни достижения ставит в первую очередь, выше всего, и победы, тогда у него половое желание ослабевает, и в какой-то момент наступает гармония. В этом отношении у женщины и у мужчины становится одинаковая потребность. Понимаете? Потому что у женщины потребность есть в отношении к любви именно. То есть женщина испытывает чувство внимания, насколько мужчина внимательный, насколько он ее любит, ласковый, насколько. А мужчина просто наслаждается женским телом, он пытается извлекать из него удовольствие. Это разные вещи совершенно. Это не факт, что женщине нравится, что вы извлекаете удовольствие из ее тела. Часто женщины против этого вообще категорически. Они хотят ласки, внимания, заботы в это время. Совсем другого они хотят. Но мужчина, который не работает над собой, достижения не являются главным в его жизни, первым делом, первым делом, самолеты. Ну а женщины, женщины потом. Песня есть такая. Когда мужчины достижения не являются главным в жизни, тогда половая энергия настолько сильно мучает, что мужчине нужен секс, и он уже не может без этого жить. И для женщины тогда это становится аскезой. Она не может переносить такое мучительное желание мужчины. Он ее принуждает к этому, заставляет. Женщина начинает бунтовать. Это не касается только, допустим, какой-то отдельной женщины. Так устроена женская природа. Она не переносит насилие в этом вопросе. Насилие. Ну и это хорошо, потому что это обоим полезно. Всегда, когда ограничение есть в сексе, всегда мужчина развивается от этого, а женщина отдыхает. Она испытывает... И любовь сама тоже становится сильнее, потому что любовь усиливается в разлуке, а не в сближении. Чем ближе, тем любви меньше. Она гаснет в отношениях в результате. И первое реагирует на это женщина, опять же, не мужчина. Потому что женщина живет для любви именно, а не для каких-то конкретных потребностей. Ей нужно именно отношения, энергия любви нужна. Женщины все согласны со мной, то, что я говорю? Всегда, когда у нас есть скандал, конфликт, это всегда только одна причина. Мы не выполняем какую-то аскезу, не держим аскезу. Мы не знаем свою обязанность какую-то. У нас нет знания. Часто женщины требуют внимания к себе. Это значит, что их аскезой является уделять внимание мужу. Мужчина требует от женщины послушания. Это значит, что мужчина должен принять природу женщины. Он должен ее принять. Вот такой непослушной, должен ее принять, она становится послушной сразу. Женщина часто беспокоится от того, что мужчина постоянно его тянет к какой-то тетке. Только одной, то другой его заносит. Какая обязанность не выполняется женская? Обязанность верности. Есть такая обязанность, такая функция у женщины, что это мой единственный человек. Мне другого не надо. Есть другая функция у женщины, что я могла бы себе и получше найти. Мне постоянно это всплывает в голове. То есть, если эта функция включается у женщины, то мужчина начинает смотреть на других сразу. Потому что женщина держит рядом с собой мужчину энергию верности. Она говорит, «Это у нас самая лучшая семья. Мне ничего, кроме тебя, не надо». Она так… Это ее сила, женская энергия так действует. Что на мужчину… Как это на мужчину влияет? Он не может смотреть уже на других, потому что мужчина ищет в женщине именно верность. Энергия верности включает любовь в отношениях. Когда женщина смотрит с верностью, то энергия любви доходит до мужа. И мужчина испытывает счастье с ней. Когда женщина не смотрит с верностью, тогда энергия любви женской не доходит до мужа. И ему не интересно рядом с ней. Он хочет найти себе другую. Понятно, да? А мужчина без любви жить не может. Женщина может жить без любви? Может, потому что она сама источник любви. Она испытывает любовь в отношениях с дочерью, с сыном, с родителями, с собачкой, со всеми. А мужчина любовь получает только от жены. А мужчины... Да? Что не работает? Не сработала верность. Вы были очень верны. Ага, спасибо вам за ваш вопрос. Я понял. Это очень важная тема. Понимаете, пытайтесь отличать верность от веры. Когда женщина начинает верить в мужчину, то он обязательно ее бросает. Верить надо только в Бога. У нас есть высшие ценности какие-то, высшие идеалы. Мужчина не является высшим идеалом. Если вы создали себе картинку в голове, что вот такой вот это высший идеал моей жизни, это мужчина, тогда он обязательно вас бросит. Причина, почему он так делает, заключается в том, что человек не может вытерпеть то, что принадлежит Богу. Человек не может вытерпеть веру человека. Вот, допустим, женщина верит в ребеночка своего. У меня родился ребенок Индиго. Она начала верить в ребенка своего, понимаете? Не в Бога, не в наставника, а в ребенка своего начинает верить. Что это значит? Это значит на 100%, что этот ребенок ей вынесет все мозги, когда вырастет. Потому что человек не может терпеть веру другого человека. Вот представьте, я верю в ребенка. Это означает гиперопека, гипервнимание, гиперпотребности от этого ребенка. Почему ты не так не живешь? Живи вот так. Слушай, мам, ты меня уже достала. Все, я больше не могу этого случиться. Нет, сыночек, ну что значит достала? Ну давай, надо жить правильно. И она не может от него отвязаться. Почему? Потому что она свою энергию веры направила не туда. Да, женщина направляет не туда энергию веры. До свидания, счастье. До свидания, близкий человек. Он уходит неизбежно. Это называется несчастная любовь. Жгучая такая любовь. Жгучая становится любовь. Несчастная всегда она. Надо верить в Бога только. Я не говорю про потребность женщины наслаждаться мужчиной, верить в него. Я говорю о том, что даже несмотря на то, что он не делает так, как ты хочешь, все равно это мой человек. Вот об этом я говорю. Вы услышали меня? Будете в следующий раз правильно делать? Верить не надо в семью. Надо выполнять в ней свои обязанности. Если я поверила в близкого человека. Поверила, и больше ничего. Один раз в год сады цветут. Да? Черешни скороспелые, Любовь ее была. Понимаете, о чем песня? Поверила, поверила, и больше ничего. Красивая и смелая, дорогу перешла. Черешни скороспелые, Любовь ее была. Но вот эта красивая и спелая, она, кстати, не поверила. Она просто рисовалась перед мужчиной. Да, женщина верит, она не рисуется. Она вот такая. Мужчине этого не надо. Мужчине нужно что? Чтобы с ним заигрывали, улыбались. Вот так вот, глазками стреляли. Когда женщина смотрит на мужчину так, раз посмотрела, опять вернулась, пошла. Вот это его очень привлекает. Его сразу прянет за ней. А когда она раз, в него вот так. Поверила. До свидания. Согласны мужчине? Женщина, нет? Да зачем она нужна? Женщина должна быть недоступна. Это означает, что она должна играться с мужчиной. Она не должна в него верить. Играться означает рисоваться перед ним, улыбаться так, отворачиваться так. Делать вид, что не нужен. Зачем делать вид? Зачем делать вид? С мужем зачем делать вид? А с кем нам делать вид? Вот это вот и есть извращение уже нашей культуры. Смотрите, женщина что делает. Она дома одевает простую одежду какую-то. Ходит все такая. Возрев в камышах там, прическа. Вот. Ходит такая вся дума. Ну, когда она идет на работу, она такая... И пошла. Для кого? Для дяди Васи? На улице. Ну, слижет он вашу красоту чуть-чуть. И пойдете дальше. А что? Какой смысл-то в этом во всем? Для начальника? Ну, посмотрит, полюбуется. Жить-то с кем? Это дома надо. Вот это древняя культура была. Женщины на улице старались не рисоваться вообще. А домой приходит, она открывает всю свою красоту и играется взглядом с мужем. И подсмеивается над ним. То есть это должно быть в семье. На работе надо подсмеиваться ходить. В семье надо это делать. Почему у нас семьи-то 80% разводов? Почему семьи-то разваливаются? Потому что женщина свою энергию и красоту отдают не в семью. Она одевается покруче и рисуется на улице где-то. Домой приходит. Ну, что? Ничего. Такой результат получается. Красиво ходило? Ну, вот вы просто поймите, что мужчины не надо делать идолом. Не надо поклоняться мужской энергии. Надо учиться думать о Боге, веру себе выбрать. Не надо ни ребенку поклоняться, ни мужу. Не надо вот эта слепая такая вера, любовь близкого человека. Ничего хорошего не приводит. Всегда разрушаются отношения. Я очень благодарен вам за ваши вопросы. Итак, смотрите, в чем обязанность женщины? Обязанность женщины состоит из двух вещей. Первая — ее потребность. У женщины есть потребность. Есть потребность во внимании, ласке, заботе, комфорте и так далее. Это все женские энергии. Допустим, от мужчины требуете комфорта. Это женская энергия. Комфорт. Допустим, хотите, чтобы у нас была большая квартира. Но это не мужская энергия, большая квартира. Это женская энергия. Это ваша судьба так действует. Если вы в мужчину вкладываете силы, если вы комфортно себя чувствуете в той квартире, которая есть, у вас будет комфорт, то если вам постоянно не хватает, если вы здесь некомфортно, надо еще вот здесь чуть-чуть привыкла дальше, больше комфорта, значит, всегда не будет комфорта. Надо чувствовать комфорт там, где есть. И когда вы так себя чувствуете комфортно в той квартире, вы счастливы рядом с мужем, в тех условиях, в которых есть. Что это создает? Какую силу? От женщины что начинает исходить? Начинает исходить то, что мужчину это окрыляет. Мужчина чувствует, у них вот есть небольшая квартирка, и жене там классно. Что это дает бесконечную радость сердце мужчины. Он начинает лучше работать, больше денег получать, потом больше квартир будет. Если женщина уже радостна там, где есть, то она вдохновляет мужчину на подвиги. Вот представьте другая ситуация. Женщина постоянно ноет. Мужчина будет радостно, сильно трудиться, у нее силы трудиться будут? Он домой приходит отдыхать, а дом постоянно у нас нет денег, у нас плохая квартира. И он там отдыхает в доме, нет? Нет, он пошел в работу, что, он будет сильным там на работе? Видите, женщины, смотрите, есть один тип обязанностей, это то, что мне надо самой. Эти обязанности выполняются вкладыванием силы близкого человека. И другой тип обязанностей, женщине легко принять то жилье, в котором она должна жить. Легко принять или нет? Нет, но когда она принимает, ей становится хорошо. Но это ее природа принять это все. Женщина по природе привыкает быстрее, чем мужчина. Она приспосабливается быстрее, привыкает, ей надо принять. Это ее обязанность принять то жилье, в котором она живет. Когда она принимает, мужчина отдыхать в доме начинает. Даже собачки в доме отдыхать начинают. Но женщина не принимает, она всех третирует, ходит. Она всех замучает, и мужчина не будет нормально работать, он не будет деньги приносить. Представьте, мужчина дома отдыхает. Сколько он может пользу сделать в обществе? Он же восстановлен, набирается силы. Он такой крепенький, такой хорошенький. Пошел работать. Все. Пускай энергия для работы нужна. Отдохнул дом, пошел работать. Все классно. Мужчинам надо вкладывать эту энергию отдыха, заботы. Если женщина недовольна дома, постоит, у нас маленькая площадь. Это твоя карма, не мужа. Карма мужа – иметь высокое положение в обществе, иметь хорошее отношение с подчиненными, приносить много денег. Это тоже энергия мужа, его способность. Но если нет жилплощади, не хватает, это проблема жены. Женщина проблемнее, мужчина. Женская энергия, жилплощадь. Комфорт, женская энергия. Мужчин не может комфорт в доме создать, может только его испортить. Приходит, тот ботинок не туда засунул, тот грязь на его обуви пошел, тот что-то раскидал еще, то еще. Женщина постоянно за ним прибирает. А создает комфорт, он портит постоянно. Поел макароны по всей кухне. Одна обязанность – это делать то, что мне самой нужно. Женщины. Надо это усечь, эту обязанность. И эта обязанность легко выполнима. Надо просто принять это в жизни своей. Это я сама должна нежно разговаривать. Надо принять. Это я сама должна прощать. Это я должна верить в нашу семью, а не он. Ты почему со мной не расписываешься? Так это твоя проблема, моя хорошая. Ты веришь в эту семью? Ты готова с ним всю жизнь жить? Поднимите руку женщины, муж не расписывается. Поднимите руку. Хорошо. К вам вопрос. Вы готовы всю жизнь с ним жить или нет? Вы готовы всю жизнь жить? Вы верите в эту семью, да? Все, он распишется 100%. Дайте ему чуть-чуть времени. Не мучайте его, просто ждите. И каждый день очень ненавязчиво. Тихонечко. Тихонечко. Даже, может быть, не ему, а рядом с ним просто. Мимо проходите, говорите. Ой, как хорошо, когда мы распишемся, я буду так счастливым. Каждый день говорить надо. Потому что мужчина, как крельца капли разбивает, так мужчину надо пробивать постоянно. Женщина должна это делать ненавязчиво, спокойно. Придет время, сам пойдет и распишется уже. Само собой. Но если женщина не верит в семью, до свидания, роспись. Она сама часто не понимает этого. Женщине нужна стабильность. Ей нужна семья, а не просто жить вместе. Ей нужна семья, гарантии нужны. Детям должны настоящие родители быть, а не просто тетя Мотя, дядя Вася. Родили ребенка. Чей непонятно. У нас гражданский брак. Понимаете? Женщине нужна стабильность, нужна семья. Она чувствует это очень сильно. Почему тогда он не расписывается? А она в сердце не считает до конца его своим мужем. Все. В этом причине. Понятно, да? Да? Нет, нет. Не получается, что она должна найти человека, которого она верит. Это иллюзия. Замужем? Нет. Нет. Почему не замужем? Потому что вы ищете человека, в котором вы верите. Вы идеал свой ищете. Когда надоест, тогда выйдете замуж. Я вам честно говорю. Женщина согласна, нет? Когда надоест идеал искать, тогда как бы вот... Вот НЛО, вот за это придется выходить замуж. За НЛО. Потому что женщина... Смотрите, сейчас вот женщины, мы с вами говорим, да? С кем? С вами, да? Вот смотрите. Чем мужчина от женщины отличается? Благочестие есть и у мужчины, и у женщины. И у того, и у другого одинаковая благочесть. Благочестие означает красота, разумность, память хорошая, влиятельность, деньги, работоспособность, здоровье. Это все благочестие человека. Одинаково, что у мужчины и у женщины. Но у женщины все благочестие идет наружу. И все хорошие качества характера видны сразу у женщины. И женщина любая, ну нормальная женщина, которая себя уважает, она смотрит в зеркало на себя, думает, господи, какая я хорошенькая, такому дураку достала. Женщина, согласны со мной или нет? Так у вас не получается такого? Нет? А как вы на себя смотрели? Никак вообще? Напрасно. Если женщина сама себя не ценит, ее никто не будет ценить. Знаете, что значит красивая женщина? Красивая — это та, которая верит в свою красоту. Надо все хоть что-нибудь найти. Надо найти себе изюминку. Ее всегда показывают. Вот видишь? Называется красота. Когда женщина себе изюминку нашла, она красивой становится. Когда она нашла некрасивой? То же самое, что она считает некрасивым, может стать красивой, если она там нашла изюминку. Но мы сейчас не об этом с вами говорим. Мы с вами говорим о том, что женщина имеет снаружи все самое лучшее. У нее все наружу вышло. А у мужчины, у нее все внутри, понимаете? Ничего не видно. Неопознен летающий объект. Чуть-то он на меня влюбился. Смотрит какой-то НЛО. Думает, блин, что я за него замуж выходил? Не знает, что там внутри вообще. Вот ходит какой-то кулем. Так и женщина, да? Что-то ходит, что-то хочет от меня. Неужели замуж за него выходить? А я-то хотела такого. Так она хотела женского. Мужчина, он внешне не сильно привлекательный. Я непрекрасен, может быть, снаружи, Зато душой красив наверняка. Ты погоди, не спеши, ты погоди, не спеши, Ты погоди, не спеши дать ответ. Ведь на свете всего только два слова всего, Только два слова всего, да и нет. Знаете, мужчина, он красив внутри. Согласен. Можно вопрос? Так я с женщиной разговариваю. Мне весь разговор, я даже спел, Мне весь разговор испортил. Можно? Да. Вы сейчас говорите про женщину, про женщину. А как мужчине подвинуть женщину, Чтобы у нее проснулось это стремление любить И вот как-то повлиять? То есть мужик-то должен что-то сделать? Чтобы ее расшевелить как-то там. Чтобы она, что бы под словом любить подразумевать? Чтобы она начала задумываться, Что она является источником любви. Чтобы задумывалась. А неждовато надо. А женщина не задумывается. Это мужчина задумывается. Чего женщине-то задумывается? Сейчас я вам объясню, как. Это другая сторона медали. Есть одна сторона медали. Это то, что надо делать мне, Чтобы получить свое. А вы сейчас говорите про другое. В чем аскеза. Понимаете? Вот то, что сейчас я вам скажу, Это является аскезой для мужчины. Это делать очень сложно. Понимаете? Очень сложно. Но это аскеза, ее надо выполнять. Вот точно так же для женщины, допустим, Является аскезой. Вот просто за этого выходить. Понимаете? Потому что, ну как бы, ну... Она-то думала, что... А получается... Понятно система, да? Ничего непонятно. Да, чувствую, что не твой, не надо, да. Но иногда чувствую, что твой, но не дотягивает. А? Нет, бывает, что чувствую, что не твой. А бывает, чувствую, что твой, но не дотягивает. Вот тогда надо выходить замуж. Потому что он потом будет дотягивать. Мужчина меняется, он развивается. А женщина должна сохранить свою, свою изначальность. А мужчина всегда развивается. Вот мужчина пришла замуж за такого, Потом через некоторое время он в 10 раз лучше будет. Если вы правильно живете. Вот этот момент еще надо учитывать тоже. А теперь... Листья желтые над городом кружатся. Листья желтые над городом кружатся. в жизни у человека. Он начинает работать над собой. И цель жизни заключается в том, чтобы работать над собой, а не в том, чтобы балдеть. Не волнуйтесь, ваша весна придёт в своё время. Вам надо сейчас работать над собой, развиваться как Личность. Сейчас не время мечтать. Время трудиться над своим сердцем. Самое главное время в вашей жизни сейчас. Оно всегда горькое. Кажется, что оно должно быть сладким в самое главное время. Но горькое. Но мы не должны быть скупцами. Надо учиться по-женски себя вести, лекции слушать, молиться Богу. Вот для чего ваша жизнь сейчас предназначена. Когда придёт время, придёт весна. А? Сколько ещё учиться? Вы со мной торгуете, что ли? Деньги заплачены, где услуги? Ну, по судьбе плохая карма ещё где-то год. А там зависит от ваших достижений уже будет. Сколько вы сделали в своей жизни. Итак, ответ на ваш вопрос. Вот смотрите, вот девушка ну, не ласковая, не заботливая, не нежная. Вы можете с ней вести себя как с ласковой, заботливой и нежной? Вот говорит, какая-то красивая у меня каждый день. Можете ей говорить? Да. Будете? Это аскеза? Если буду видеть результаты. Результатов не будет никаких. Будете? Аскез, знаете, в чём заключается? В том, что нет результатов, не видно результатов. Вот там, где аскеза надо вкладывать, нет результатов. Вот мужчина, допустим, не нежный. Надо вкладывать и вкладывать, вкладывать и вкладывать, и потом он станет нежным со временем. То есть, так же мужчина должен вкладывать в женщину, когда она перед ним не рисуется, не сладко себя не ведёт. Что он должен делать? Он должен делать так себя вести, как будто бы она вот такая сладкая и нежная. Поливать её розами надо, а не скипидаром. Я понял, спасибо. Это аскеза. Вы поняли, но это очень тяжело делать по факту. Вот, допустим, девушка куксится, стоит ваша, допустим, супруга или девушка, и вы какая-то у меня сегодня весёлая, у тебя такое настроение, в чём это заключается? Во всём. И так далее. Ей это нравится, она начинает сиять сразу. То есть, он вкладывает в неё силы. Её же собственные силы. Это аскеза. Вот, допустим, мужчине то, что нужно от женщины, женского, это аскеза. Мужчине, допустим, нужно женщиной вести себя очень деликатно, разговаривать очень нежно, понимаете? А мужчина не деликатный и не нежный по природе. Он такой, раз, два, есть, нет, там, вольно. Вот мужчина деликатно друг с другом разговаривает, нежно. Сын с папой нежно, деликатно себя ведёт. Папе подбегает к ногу ему. Дочка подходит, говорит, ты чё папу бьёшь? А он папу не бьёт, он его так любит. Маска, привет! Привет, как дела? Нормально? Хорошо, молодцы, всё. Пойдём. Ты чё, мужик? Нежно, да, очень? Дружба мужская нежная такая, да? Как у тебя дела, Вася? Не надо? Мужчины нежные по природе, они грубые. Но когда мужчина видит жену, он должен стать нежным. Это аскеза. Должен подойти к ней и как пушинки, вот так вот. Как ты себя чувствуешь? Хотя он это вообще не понимает, зачем это надо вообще говорить. Каждый раз надо говорить, как ты себя чувствуешь? Если взять, допустим, женскую природу, у женщины постоянно меняется самочувствие, ей так тяжело с этим жить. Она такая чувствительная, что ей постоянно у неё проблема, что она себя то так чувствует, то так. И постоянно это всё меняется, и у неё такая проблема, и так трудно. И особенно, когда этого ещё и дурак этот не понимает. Вот и когда этот дурак подходит, хоть он не понимает, никогда не поймёт. Он должен сказать, «Как ты себя чувствуешь?» Ну, блин. Она удивится очень сильно. Или вы подходите и говорите, «У тебя сегодня какое настроение, хорошее или нет?» Хоть это не ваша природа, так разговаривать вообще. Она скажет, «Спасибо, что затронул тему, и на полчаса в коем-нибудь стране». И вы такие, «Э-э-э-э-э-э-э». Уже как бы вздыхаете от этого разговора. «Надо терпеть». И она потом скажет, «Я тебе очень благодарна. Вот сегодня я почувствовал, что настоящий муж». Он такой, «Э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-ээ». Уже весь выжатый, как лимон уже. Да, скеза. Так любовь действует. Энергия любви, она не всегда сладкая Ее надо, это аскетично очень, любить человека Понимаете, наша культура, она считает, что любовь означает, что мы должны балдеть друг с другом Это полная иллюзия Из этой иллюзии 80% разводов в нашей семье Это полная иллюзия, что вот эти люди встречаются, и они такие друг с другом А, нам хорошо, все, классно, и думают, так всю жизнь должно быть Это просто демоверсия, try and buy И даже сказки все взять, допустим Там они, Иванушка, Аленушку там достигал, добивался Иванушка, Аленушка Там добивались друг друга, добивались, потом добились Ну, всех победили, Кощей бессмертного грохнули, стал смертным Вот, всех грохнули, все, вместе уже живут Все, и дальше что там говорится? Все, вот и сказке конец А кто слушал, молодец Стали жить, поживать, добро наживать, все Когда жизнь начинает, сказки заканчиваются Дальше пару слов всего, понимаете? А мы-то в сказку вот в эту верим, понимаете? Мы-то верим вот в то, в чем длится до жизни еще Вот в этом наша проблема заключается И жизнь, и энергия любви, сама любовь это аскеза всегда Душа по природе склонна наслаждаться энергией любви и эксплуатировать ее Это наша наклонность И эта наклонность является очень тяжело исправимой Эту наклонность очень трудно исправить в жизни Женщина хочет постоянно внимания к себе Хотя она должна сама давать это внимание постоянно мужу и детям Мужчина хочет постоянно, чтобы его слушали и верили в него Хотя он сам должен верить в жену И слушать ее, вот как девушка вот сказала Это то, что мужчина должен делать Это отдает женщине радость от семьи, от мужа Что мужчина прислушивается к ее мнению Это обязанность мужа на самом деле И тогда она начинает его слушать уже Если он ее мнение готов выслушать всегда Понимаете? И это называется любовью Любовь это не то, чтобы балдеть друг другом рядом жить Вот я уже не люблю как бы этого человека Я пошел, Олег Геннадьевич, я ее не люблю, свою жену Вы говорите о том, что балдеж кончился И он обязательно кончится у всех У всех без исключения А вот если мы говорим о любви Если вы хотите любви Тогда это совсем другая вещь Любовь это когда два человека Первая капелька любви появилась Они просто домой идут и чувствуют Там я отдохну Там не будет ни руганий, ни скандала Потому что там меня приняли Какой я есть или какая есть Это первая капелька любви Я дома отдыхаю Меня там приняли Со мной никто не воюет, не доказывает свое Просто приняли Вторая капелька любви Мы больше развиваем аскезу в отношениях Больше пытаемся служить друг другу Или хотя бы односторонний человек Один это делает Это тоже все равно любовь заполнит всю семью Вторая капелька любви Это в первом случае Когда оба стремятся Это ощущение уважения Люди начинают уважать друг друга Девушка думает Блин, у него столько хороших качеств Которые я не замечала И он тоже видит нехорошее Называется уважение Видит человеки хорошие Называется уважение Третья капелька любви Это верность Я никогда не променяю этого человека Ни на кого Это самый дорогой для меня человек И четвертая капелька любви Это уже редко бывает такое Это искренность в отношении Человек все свое сердце раскрывает А другой готов готов все переварить Вот вы можете искренним быть своим близким человеком? Можете ему все рассказать? Все свои близики? Кто у вас до этого был? Что вам хотелось? Можете? Нет Большинство людей не могут Почему? Потому что опасно Он потом припомнит Ругань начнется Он скажет А ты мне рассказывал Помнишь? Что ты хотела на самом деле? И будет очень больно в сердце от этого Мы очень неискренни друг с другом Мы играемся Любовь, верность У нас нет глубокого ничего в отношениях Это достигается тяжелой ценой Трудом достигается И что у нас за семьи? А семьи у нас такие Мы просто рисуемся друг с другом И делаем вид, что мы родственники А потом, когда надоедает делать этот вид То один просто хлопает дверь и говорит К обеду не жди твой песик И она удивляется Думает А почему он ушел? У нас уже дети Мы столько жили вместе Да у вас между вами ничего не было Кроме балдежа Почему он должен оставаться? Балдеж закончился Он ушел Все Видите, у нас не хватает знаний о семейной жизни О любви Об отношениях Не хватает знаний Из-за этого мы страдаем очень сильно Вот допустим, вы скажете А как бывает в том случае Если я хочу любить А он еще даже вообще не понимает Это все Он не лекции не хочет слушать Ничего Он хочет просто балдеть со мной Эксплуатировать мое женское тело Как же я тогда могу сделать так Чтоб наша семья была счастливой В этом случае Очень просто Все начинается всегда с одного человека Веда объясняет Что всегда в семейной жизни Есть объект любви Тот человек, который отдает энергию И есть тот, кто принимает энергию любви Всегда так бывает И причем это меняется со временем Вот допустим Я вам могу задать вопрос Если вы не вместе пришли на лекцию Кто-то один из вас Кто должен отдавать энергию? Вы или ваша жена? Тот, кто пришел на лекцию Тот и будет отдавать Вас Бог выбрал Вы избранные Избранные означает Что вам надо идти в бой Бросаться на абразуру Близкий человек не будет Какая лекция? Какая любовь? Пошли сексом заниматься И спать потом Все По любви Потом Поедем Бухать в лес На майские праздники Все это Вот это жизнь Это любовь А больше нет ничего Просто балдеем Наслаждаемся друг друга Все Что же делать? Делать надо следующее Первое, что нужно понять Это то, что силы Если бы были у вас любить Вы бы давно уже любили Сил у нас нет У нас есть силы наслаждаться Брать энергию любви Но любить сил нет Силы берутся свыше Есть два способа жить Один способ жить Искать силы извне То есть в этом мире И постоянно мучиться Потому что Здесь нет такой силы Как там Есть духовное пространство Которое связано с верой С религиозностью С совестью С искренностью С нравственностью С чистотой И есть обычное пространство жизни Которое связано Просто с нашим тупым желанием Его эксплуатировать Использовать для себя Когда человек переключается На внутреннюю жизнь То он по-другому совсем живет Вот допустим Испортившись отношения с мужем Что женщина делает? Она садится В молитве настраивается На святость И пытается С помощью этого настроя Восстановить в своем сердце Отношения с мужем Именно в сердце Не внешне, а в сердце Когда она в своем сердце Чувствует победу Тогда она уже начинает С ним общаться И она видит Что и так И улучшилось Так же и внутри Это труд Тяжелый труд Понимаете? Потому что сердце не принимает Она говорит Я не хочу козлу такому помогать А надо думать о святости И как бы прощать Прощать Постепенно Раз Уже приняла Близкого человека А он хороший человек Я сама во всем виновата Уже поменялось восприятие Почему человек считает Что он сам во всем виноват? Потому что есть Три стадии победы над судьбой Первая стадия Когда никакой победы над судьбой нет Тестируйте себя Диагностируйте себя Сейчас в ваших отношениях С родственником С близким человеком Первая стадия Нет победы Он виноват Я не виноват Или он виноват Она А я не виновата Она виновата Я не виноват Первая стадия Означает Безнадёга Безнадёга Это означает Судьба непреодолимая Противоречие непреодолимые Вторая стадия Начинаем жить Внутренне жить Молитва Чтение священных писаний Духовная музыка Мысли о святых местах У каждого по-своему Сердце становится легче От этих отношений Сначала они очень больные Невыносимые Сердце становится легче Вот сейчас даже мы рассуждаем На эти темы У кого в сердце Продиагностируют Своё сердце сейчас Вот у вас Была тяжесть на сердце Вы пришли на лекцию У вас семья разваливается Вам спокойнее стало или нет? Поднимите руку Кому спокойнее стало Как будто всё будет хорошо Видите? Это значит Что мы делаем Душевную работу сейчас Это всегда так бывает Не то, что вот только здесь На этой лекции Первая стадия Ничего не получится Он виноват Я не виноват Это одно и то же Ничего не получится Или он виноват Я не виновата Вторая стадия Наверное, мы виноваты оба Надо разобраться в этом во всём Изучить этот вопрос Ведь я тоже, скорее всего В чём-то виновата Это вторая стадия Это стадия На которой человек Движется к победе Началось движение Плотина прорвана Речка потекла И третья стадия Я виновата во всём А его вина Меня не интересует Я хочу решать Свои проблемы А не его Это означает Что речка тетёт Полной водой Крепкая Сильная И скоро будет победа Я виновата Так всегда бывает Вина только своя у человека В этом мире нет чужой вины Близкий человек Это просто объём работы И всё Когда ты воспринимаешь Близкого человека Как объём работы Значит работа уже На тонком плане сделана Потому что Когда ты её не хочешь делать Тогда ты разрушаешь семью С этим человеком Жить невозможно Всё Нет Никаких шансов Это не тот случай Олег Геннадьевич Всё, что вы говорите правильно Не в моём случае У меня исключение Это означает Нет желания душой трудиться Сердце каменное Душа не хочет работать Над ситуацией Она хочет просто Наслаждаться жизнью И всё И самая большая трудность Нашей культуры Заключается в том Что мы не умеем Душой работать Понимаете В этом вся проблема Мы не умеем В сердце преодолевать ситуацию Мы не знаем Как это делать В целом Концепция такая Я на каждой лекции Говорю Буду всегда повторять Концепция такая Смотрите Всегда Когда мне плохо В отношениях Это значит Что энергии счастья Мне в сердце Не хватает Я не могу Выделить столько Энергии любви Чтобы преодолеть Эту ситуацию Но тупо Пытаюсь это делать Это называется Плач Страдание Боль Истерики Ругань Всё это основано На одном Я пытаюсь Эту энергию любви Выдавить из себя Или из него Одно из двух Время кончается У каждого человека Это жизнь Но надо понять Такую вещь Что большинство людей Не знают Что энергия любви Берётся свыше Это энергия Которая нам Всегда не хватает Люди В основном Всегда Пытаются из себя Что-то выжить Или из других Близких людей Это означает Что они верят Или в себя Или в семью Но вера Должна быть Только в Бога Если человек Высшее Что-то верит То тогда Энергия приходит К нему свыше И появляются Силы В своей жизни Что-то менять Потому что Основная проблема Заключается в том Что Олег Геннадьевич У меня сил Уже нет Так жить Если сил Нет так жить Значит Надо искать силы И это Основная проблема Каждого человека В этом обществе В котором мы Потребители Мы постоянно пользуемся Мы ничего Сами не производим А производить самим Означает Молитва Настрой Позитивный Как мы сейчас будем Повторять с вами В конце лекции Этот настрой Производить самим Означает Наполняться силой Любви И отдавать И отдавать ее Другим Отдавать Уже будет проще Обдавать Что значит Прощать Просить прощения Выполнять свои Обязанности Женщина Женские обязанности Мужчина Мужские А не Конючить От близкого Человека Ты мне Неверен Ты ленивый Ты работать Не хочешь Ты Грубая Ты не нежная Не ласковая Постоянно Во мне Сомневаешься Все это Означает Объем работы Просто Объем работы И все Значит ли это Что если комната Вот таким вот Слоем грязи Поросла Что ее никогда Не отмыть Это не значит Это значит Что надо много Трудиться Вот и все Нет такого Что между двумя Душами Вы знаете Вот если бы Видели близкого Человека По настоящему Знаете Кто такой Рядом с вами Стоит Этот НЛО Знаете Он кто такой Он душа А душа Означает Сияет Всем самым лучшим Понимаете У души Столько красоты И проблема Заключается в том Что она скрыта Кармой просто Причем вашей Потому что В близких отношениях Человек выделяет Только ту карму Которую тебе Надо видеть От него Он ничего другого Не выделяет Вот бывает так Что люди Разрушаются Семья И человек Женится заново Он по другому Там себя ведет В другой семье Он совсем другим Становится Понимаете В соответствии С новой кармой Близкого человека Он себя ведет Поэтому Чего нам хотеть От близкого человека Он просто Олицетворение Моей судьбы Одна девушка Меня спросила Олег Геннадьевич Вы можете Вы можете мне Мою судьбу Нарисовать Я говорю Пожалуйста Вы строите Перед собой Всех своих родственников Вот смотрите Вот это все Ваша судьба Я вам ее нарисовал Они Олицетворение Судьбы Являются И это Всего лишь Объем работы Чего нам Не хватает Веры Нам не хватает Через энергию веры Стекает В сердце Сила Дающая возможность Победить судьбу Есть три стадии победы Первая стадия Спокойствия в сердце У меня в сердце Стало спокойно Я знаю Что все будет хорошо Вторая стадия Знания Если человек больше Молится Больше С себя С высшей истиной Соединяет Он начинает Понимать Что делать в жизни Как жить Большинство людей Просто не знают Что делать И третья стадия Это победа Начинает Лучше становиться Жизнь Муж Перестает Пить Жена Начинает Улыбаться Представляете Улыбаться Начинает Женщиной Становится Она же по природе Она родилась В женском теле Значит она может Улыбаться Понимаете Просто для этого Нужно вложить Достаточно сил Что по вашей судьбе Вам досталась Та женщина Которая улыбается Он звонит в телефон Я с ним разговаривал Сейчас у нас Сейчас у нас будет практика Немножко позанимаемся Практически Сисели прямо Вас в целом устраивает Код беседы Все нормально Вы не зря здесь были Надо вспомнить Что-то святое В своей жизни Сейчас вспомнить Вот у кого-то допустим Он в святом источнике Покупался Чувствует святость Там Кто-то знает Чувствует от человека Какого-то святость Допустим Серафим Саровский Сергий Радонежский Кто-то чувствует Святость От иконы Чудотворной Кто-то чувствует Святость От книги Допустим Мусульмане Они поклоняются Священному писанию Корану Кто-то чувствует Святость От имени Бога Кто-то чувствует святость от просто храма, храм священный ему нравится, он его вспоминает. Если человек не чувствует никакой святости, значит нет источника, который бы пополнило сердце. Значит надо искать эту святость в своей жизни. Если у вас ничего святого в жизни нет, значит нет в вашем сердце возможности пополнения. Нет силы побеждать судьбу. Побеждается судьба с помощью высшей силы. В нас должна зайти энергия, которая будет давать побеждать. Мы не должны в своей каше вариться, нужна энергия. Эта энергия приходит из служения, в духовной жизни, в отношении к святости. Надо ей поклоняться святыне. Значить надо мысленно кланяться к святому. И думать, я хочу тебе служить в жизни. Мне надоело уже своим желанием служить. Мне надоело думать, что я хочу замуж, хочу работу хорошую, хочу денег, квартиру, машину. Мне надоело об этом думать. Я хочу тебе служить. Твоим желанием, твоим потребностям. А святость чего хочет, чтобы все были счастливы. Поэтому мы повторяем. Я желаю всем счастья. Зачем мы это повторяем? Это перенастраивает вот здесь сердечко. Мы учим сердечко поворачивать в современную внутренней жизни. Чтобы была сила, которая побеждает. Чтобы депрессии не было. Чтобы была сила, которая будет побеждать судьбу. Итак, вспоминаем что-то святое и повторяем спокойненько все вместе. Я желаю всем счастья. 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 Спасибо вам большое. Я желаю вам всем счастья, любви, знания, всего самого светлого в вашей жизни. Я очень благодарен вам за то, что вы были со мной все это время. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Я жду вас завтра. Завтра в 12, да, у нас лекция? Приходите, пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ